Бог есть? А в Советском Союзе вообще секса не было. Вот так говорят. Да. Я смотрю, у него тут саперская лопата лежит в коридоре на входе. Я думаю, ну все, сейчас он мне этой лопатой и прибьет тут. Вы же ничего плохого не сделаете? Он говорит, ну нет, мы же коллеги. Ноль, минус, ставь себе. Я единственный студент, который чуть ли не ближе, чем хирург был. Вот так вот, крайне послеоперационно. Мне настолько было интересно посмотреть. Если вы говорите с Богом, то это религия. А если Бог говорит с вами, то это шизофрения. Всех приветствую. Сегодня я решил позвать на свой подкаст моего друга Дмитрий Карелин. Мы с ним дружим уже более 10 лет. Мы с ним проучились в университете медицинском в Туле. Если честно, немножко необычно для меня с ним вот такой встречи устраивать подкаст. Потому что обычно мы общаемся без всяких таких камер. Мы с ним много реально провели времени и путешествовали вместе много раз. Хотелось бы с чего начать? Мить, ты, наверное, представь себе, расскажи о себе в двух-трех словах. Да, никто не знает, что меня еще зовут Митя. Да. Это только для своих. Да, это Дмитрий Карелин. Расскажи, пожалуйста, вкратце вот в нескольких словах о себе. Что бы ты хотел, как бы ты себя представил? Очень сложно говорить про себя. Я бы, может, тебя описал лучше. Не-не, вот скажи, вот откуда ты, сколько тебе лет, кем работаешь? Ну, в общем, я врач, врач-психиатр. Мне уже 31 год. Так. Я родился в Туле, учился в Туле. Закончил школу с золотой медалью, такой синдромом. Ну, об этом мы сейчас попозже поговорим. С синдромом отличника. Закончил медицинский институт с красным дипломом. Вот. Поступил на работу в Москву. Работал 6 лет в Алексеевской больнице. ПКБ номер 1 врачом-психиатром. Участковым психиатром, потом психиатром отделения ОЮПП. Отделение интенсивного оказания психиатрической помощи. Вот. И в настоящее время веду частный прием в клинике. Какой? Это реклама. Ничего страшного. Ну, в настоящее время клиника Де Ниро, метро Трубная и метро Чеховская рядом в центре Москвы. Давай теперь по порядку. Ты вкратце рассказал, как ты себе представлял свою жизнь. Начнем, наверное, с детства. Расскажи, пожалуйста, ты родился, сказал, в Туле. Правильно? Именно... Даже я знаю, где я маму рассказывала. Роддом при железнодорожной больнице, его сейчас там нет. Он закрыт. Закрыт. Не знаю, когда закрылся, но когда у нас была практика в железнодорожной больнице, какая-то хирургия, я ходил, и это здание я всегда видел. И такой думал, ой, я здесь родился. Ну, ты прям коренной Туляк. Да, настоящий Туляк. Расскажи, пожалуйста, наверное, о своей семье. Сколько у вас... Было бы прикольно, если бы я работал на железной дороге, потому что я родился в роддоме железнодорожников. Расскажи о своей семье. Сколько у вас детей? Мама, папа, кем работают? Ну, я родители учителя. Мама учитель русского языка и литературы. По первому образованию художник. Вот. Папа тоже преподаватель. Физика, математика, информатика. Вот. Поэтому я рос в семье педагогов. Подожди, ты, получается, в этой же школе, где ты учился, они преподавали? Нет. Ну, отец преподавал. Когда я учился, он уже не работал в этой школе. Вот. И потом он не стал работать педагогом. Почему? Ну, свои какие-то причины. Угу. А мама, когда ты учился, она работала учителем русского и литературы? Да. Она работала учителем русского языка и литературы. И, не знаю, повезло или не повезло. Кому? Мне. То, что... Ну, в чем-то повезло, в чем-то нет. То, что она потом у меня еще и вела русский и литературу. А, че си. И у тебя была пятерка? И была классным руководителем. То есть, по русскому языку и литературе, ладно, она мне там иногда помогала или прощала какие-то сочинения, или там слишком много ошибок было, она мне говорит... Слушай, давай такое... Перепиши сочинение. Она тебе на дом сдавала на вашем задании? Да. Серьезно? Конечно, я все делал, как и все. Не помогала? А? Не помогала тебе? Нет, не помогала. Наоборот, как-то строже был такой... Не контроль, а ответственность, что вот как же сын... Не важно было, чтобы ты понимал. Сын педагога, плохо учится, нет. Ну, как-то спрашивала. Ну, не то, чтобы объясняла, я сам все понимал. Но вот с сочинениями это была беда. Я не любил писать сочинения, потому что у меня не слова путались, а как-то идея, что ли, не шла. Или я всегда думал, что я напишу не очень хорошо, и будет... Ну, что, ты перфекционист, и это мне что-то... Ну, да, да. Типа не будет это хорошо, или какой-то был страх перед сочинением, потом я его как-то преодолел, и мне понравилось писать сочинение. Вот. Ну, если какое-то произведение, да, там, типа «Война и мир», я, например, не читал. Берла поблажка, да. Это, может быть, как-то стыдно, не стыдно, не знаю. Да ладно, не стыдно. Ну, короче, некоторые произведения не читал. Вот. Мне прощалось. Она тебя прощала? Ну, да, да. Я такой, типа, я не читал «Войну и мир», и я не знаю, что там писать. А, нет, по каким-то произведениям я писал сочинение просто там, вкратце, читал краткое содержание, или кто-то мне рассказал, что там. Я общими какими-то фразами накидывал это все. А «Войну и мир» я вообще не писал. Я не буду писать. Она говорит, ну, ладно. Слушай, а в школе как к тебе относились? Ну, в плане того, что твоя мама... Нормально. Не было какого-то, как сейчас говорят, буллинга или еще что-то. Что, типа, вот, ты сын училки. Слушай, а как твоя... Или сдаешь нас. Нет, мы, если там шухарили классом, то все вместе, никто об этом не знал. Вообще, школа у тебя как прошла? Радужная или были какие-то негативные? Школа – хорошо. То есть, кто-то рассказывает истории, что в школе прям все было плохо. Нет, школа – хорошее место, мне нравилось. Небольшой класс, очень хорошие преподаватели. Еще каких-то старых времен у многих преподавателей учился мой папа в этой школе. Вот. И они такие, ой, типа, вся семья у нас ваша учится. Брат, я. Вот. Ну и давали хорошие знания, были прям заинтересованы в том, чтобы мы учились, выигрывали на Олимпиадах, на каких-то соревнованиях. Вот ты участвовал, кстати, на соревнованиях каких-то? Да, я участвовал. Ну, не по спорту. Не, на имя дуга, может быть, математика, шахматы, еще что-то. Я вот как раз хотел рассказать прикольный случай про шахматы в школе, когда к нам пришел новый учитель по физкультуре, он же мой крестный. Вот. У меня, короче, вся семья, да, в школе работала. И он тоже был фанатом своего дела, он прям на все соревнования готовил ребят, на баскетбол, волейбол и на шахматы. Он говорит, надо собрать команду на шахматы, кто умеет играть. Я такой, ну, я знаю, как называются фигуры, как они ходят. Собрали там команду из трех человек, ребята, которые, может, получше играли. Ну, в общем, мы выиграли первое место на шахматах. Ничего себе. Да, первый раз в нашу школу поехал на соревнования по шахматам. Это где было? Где-то Обидима или что-то такое. В области? Да, Ленинский район. Еще Ленинский район был отдельно от Тулы, вот, и там только районом. Ну, в общем, мы выиграли, было прикольно. И когда у меня какой-то был матч, играя партия с ребенком, я чувствовал... Младше тебя было? Да, да, гораздо младше меня. Он тоже выиграл? Я чувствовал преимущество, что он, типа, прям знает, что делает, какие-то там комбинации разыгрывает, уже у него там пять ходов впереди он это все разыграет, а я такой, типа, блин, самое главное, чтобы это шахмат не получить, а то мы проиграем. Это полезный вид спорта, шахматы? Шахматы, да. Развивает логику, тактику, наперед думать, выдержку, то есть не переживать, не нервничать. У меня просто племянник очень классно играет. Я, честно, я не умею играть. Я не то, чтобы... Ну, я не пытался даже, не учился, ну, как бы... Я думаю, если бы я начну играть, хотя вообще, ну, желаний сейчас такого нет, а сейчас. Ну, да, всему свое время, наверное, в детстве лучше начинать что-то и в шахматы тоже. Ну, и сейчас, наверное, можно. Ну, у меня была книжка, там называлась что-то... Для начинающих? Нет, не просто про шахматы, а типа, как вырастить маленького джентльмена или еще что-то, такая детская книга, на полке стояла у родителей, или там, где кто-то подарил им, или еще что-то, или нам дарили. Но там были всякие приколы про то, как завязывать галстук, какие-то правила этикета, что там даму первую в лифт не надо пускать. Что за книга такая? Двери надо там открывать в общественных местах. Надо потом поискать. Хорошая книга, вот. Автора поискать. И там было то, что должен делать настоящий мужчина уметь играть в шахматы. И там были всякие картинки с схемами, ходами самыми обычными. И вот я читал, и какие-то схемы прорешивал, и вот, может быть, это мне пригодилось. Ну, и то, что отец с нами часто играл, и мы с братом. Вот, еще у меня есть брат. Ты спрашивал, мам, папа, у меня есть старший брат, он старше меня на год. Вот, он учился тоже в нашей школе. А потом закончил педагогический институт на менеджера по туризму. И какой-то промежуток времени он работал в сфере туризма, подбирал путевки для людей, отправлял их на отдых. Потом начался какой-то кризис то с самолетами, то с ковидом, то и всякие кризисы. И, в общем, работы стало меньше, он решил уйти. И сейчас он работает в администрации в Туле. Ничего себе. Да. По кем он работает там? А, типа благоустройство, развитием Тулы. Да, в отделе по благоустройству города Тулы. Хорошее место. Я думаю, родители ваши гордятся вами. Ты врач, он занимается благоустройством Тулы. Вообще классно. Слушай, давай вот завершим вот эту часть со школой. Расскажи какую-нибудь историю, которая тебе запомнилась, которая могла повлиять вообще на дальнейшее свое развитие. Есть такая история? Любые истории про говно. Нет. Какие? Ну, я не знаю, может быть, как-то, знаешь, типа, как-то повлияло на твой характер. Что-нибудь такое серьезно происходило в школе? Ну, единственное, что я помню в школе, что, может быть, я как-то связываю, что могло повлиять на там... На выбор профессии, например. Да, на выбор профессии или как-то вот на медицинский уклон, то, что это, во-первых, мне нравилась биология. Да. И растения, и животные, вот... Интересно было. Да, строение изучать, микроскоп смотреть, клетки кожица лука там. Блин, у меня тоже самое. Еще что-то. Я такой, боже мой. Там целый мир стал интересным. Мы с тобой аутисты, дай нам микрофон, мы будем это... Ой, это микроскоп, мы будем там изучать, ковыряться. Люди нам не нужны, дайте... Ну, в общем, это... Блин, реально интересно же. Да, это интересно было. Химия, помнишь, всякие реакции там. Ну, химия вот у нас была так себе, просто какой-то зубрежка материала, потому что не было ни реагентов, ничего. Может быть, раньше, когда это было... Школу только открыли, там прям обустроено все, кабинет химии. Прямо под химию видно, что там всякие эксперименты. Смешно с этим укладывается химия. Да, стол специальный в каждом парте проведены какие-то провода, что-то там раковина, не раковина. Но когда я учился, это уже ничего не было. Мы просто учили формулы, и это было скучно и нудно. А, после вас уже сделали такую реформацию? И после нас тоже там все так и осталось, ничего нет. В этой школе, наверное, химия там, конечно, вот это просто теория. Практики не было, и это было неинтересно. Я химию выучил за один год, типа с репетитором к ЕГЭ, просто подготовился и все. И потом так же благополучно выглядел. Но в институте еще и что-то помнил, и сейчас я ничего не помню. А вот биология нравилась и психология. У нас была психолог в школе, вот. И маму мне еще потом ее, ну как, попросили отучиться на психолога. В школе там что-то она, какие-то отчеты делала по психологии. Дома книжки какие-то она притаскивала, я там просматривал, было интересно. Она с нами какие-то тесты проводила, на какой полушария у тебя там доминирующая. Мы смотрели одним глазом там в этот квадратик. Вот, и дома было так, это интересно, психология. И потом психолог в школе тоже какие-то тесты проводила, в плане нарисуй несуществующее животное, там кактус. И мне было интересно, как по одному там рисунку можно охарактеризовать человека. Какие-то психологические особенности, это было интересно. Вот, и потом, когда в институте психиатрия, психология началась, мне было интересно, да. Давай про институт попозже поговорим. В школе какие у тебя были хобби? Чем ты любил заниматься помимо учебы? Потому что я понимаю, что учеба – это одна часть жизни, а вне учебы – это другая совсем. Чем ты любил заниматься? Ну, понятное дело, гулять с друзьями. Да, и все. Да, и все. Никаких у тебя не было, я не знаю, там, родители никуда не отдавали тебе? Типа как, ну, в детский дом хотели отдать. Как вариант. Именно танцы всякие, там, я не знаю, песни, музыкалка, еще что-то. А, ну, ты у тебя, да, ты рассказал, у тебя много всяких было. Я про тебя спрашивал. Ты на дом реиграл, еще что-то. Да, у меня было такое, вот я поэтому спрашиваю. У тебя было такое? Ну, потому что это реально все влияет на развитие человека. Ну, в каком-то классе мы ходили, может быть, полгода на танцы. Ну, танцы – это, типа, какие-то они эстрадные или еще что-то было. Мы выучили три каких-то безумных танца детских. Это не в счет. Чем ты вообще любил заниматься? Сам. С братом мы коллекционировали всякие штуки. Фи-фишки, крышки от пива. Что-то еще коллекционировали? А мы на что собирали? Помнишь, были эти Coca-Cola? Ну. С каким-то там внутри, то ли номера были еще что-то. Номера или рисунки. Да, вот мы собирали их. Я помню, я ходил по Новомосковскому, где эти мусорки, где валяются, знаешь, эти бутылки. Я их откручивал, прям крышки собирал. Я тебе серьезно говорю. Потом я их относил в магазин. В каком-то магазине давали кружки. Вот такие, знаешь, не для пива, а может и для пива. А, нет, они для колы были. Вот, и там внутри была жидкость, которая замерзала. Ты ее в холодильник ставил, гелеобразную там, вытаскивал. И кружка холодная. Да, наливаешь ты колу и пьешь холодную колу. Я помню, я столько собрал эти кружки. Я даже в Москву ездил, потому что на Московской закончились эти, как в окружке. И там какой-то суперприз должен был быть в Москве. Я ездил в Москву с папой, реально, мы в Москву, я помню это. Мы в Москву и не получилось, прикинь. То ли там не закончилось у них что-то. Я всегда хотел в таком поучаствовать, что вот собери там пять фишек, пять этикеток, но родители всегда отговаривали, говорили, что это фигня, и никто никогда там ничего не выигрывает. И я такой, типа, ну ладно. У меня до сих пор эти кружки есть. Круто. Но крышки мы собирали, у нас был целый пакет. Почему-то собрать вот какую-то полную коллекцию. Мы там всю Балтику, первая, третья, седьмая там Балтика пиво собирали просто не потому, что мы их там пили. Мы просто подбирали тоже бутылки. И какие-то были детские газировки с мультиками. И мне по приколу было собирать тоже эти мультики. Бабушку просил купить, она покупала там пять бутылок. Мы ни одну не выпивали, я просто снимал эти крышки, она их куда-то отдавала. Спорт был у тебя в детстве? Спорт? Ну, нет, наверное, в классе в седьмом-восьмом. Потому что, ну, я такой высокий, худенький, не очень спортивный. Был астеничный. Нет? А Батя, он еще спортом занимался. Вот. Он там в качалку ходил и секцию вел дополнительно по ОФП. Ну, в качалке. Общая физическая подготовка. Ну, назывался ОФП, но по сути ребята со школы ходили к нему в качалку. И он показывал упражнения, потому что в свое время он тоже там занимался этим всем. Тяжелые имеют эти гантели всякие? Да, гантели, да, штанга, все. А, я думал, турники всякие. Ну, и турник тоже там был. Ну, и как в спортзале, как в фитнес-зал такой был. Вот. И он такой, типа, все, что-то вас надо подкачать с братом. И мы с братом, он нас брал с собой на тренировки. И мы начали там три раза в неделю ходить, делать какие-то базовые упражнения. Жим, тягу груди, там, за голову, пресс, ноги. Вот. И в классе в девятом, наверное, то есть год или два, ну, может быть, даже год, принес уже какие-то результаты. Я там подтягиваться стал. Был там два раза я подтягивался, стал там десять подтягиваться. Еще выше, да, стал? Да, да. С грузом на ногах. Не туда не подали. Отжиматься, бегать, и это придавало какой-то там, типа, уверенности, что я вот, типа, в спорте. Ну, и на соревнования от школы ездили периодически тоже по какому-нибудь спортивному ориентированию, по волейболу, баскетболу, бегу. Такого не было, типа, знаешь, от военкомата периодически тоже звали на такие соревнования. Не ходил ты, не участвовал? От военкомата нет. У нас не было такого. А, нет, это не военкомат был, это военные сборы. О, военные сборы, да. Ну, это, я не знаю, от военкомата, мне кажется, это какой-то лагерь. А я не ездил, ни разу брат ездил. Меня не пускали родители, потому что там, типа, курят и пьют. Я два раза ездил, один раз на отжиманиях я занял второе место, я отжался 90 раз. Офигеть. И 95 раз. Потом после меня чувак просто сотку сделал, это я охренел просто. Я второе место занял на отжиманиях. Надо было тебе вторым отжиматься. Вот, а через год, на следующий год я участвовал на турниках. Я сделал 23 чистых. Ну, там больше я сделал, 26 я сделал там с этими. А так чистых мне посчитали 23. Вот, а после меня сделал мой одноклассник, Кирилл Шаталов. Он сделал, по-моему, 25. Я отстанял второе место. Круто. Ну, да, спорт это хорошо. Футбол, волейбол. Ну, это летом, типа, все лето во дворе играли в футбол, там, в 300. Играли в 300. Да, конечно. Мое детство все прошло в футболе, на турниках. Турники, футболы, казаки, разбойники. Салки, прятки. На пруд сходить. Потом эти, как называлось, шко, как называлось, от обуви. Коробка от обуви. Ну, не коробка, такая плитка черная. Ты ее пинаешь, как называется, классники, одноклассники. Классики. Классики, да. Я помню тоже этим. А в это только девочки играют? Нет, почему? Ну, тоже играли, парни. Там, на самом деле, детство очень много игр было. Это отдельно. А еще я хотел сказать про то, что, ну, не спорт, а какое-то хобби. То, что, ну, отец рыбалку любил, мы с братом тоже всегда с ним на рыбалку ездили. Я там знаю какие-то снасти, поплывок там, блесна, еще что-то, на что. Что на что клюет? В чем помогала тебе? Чем это? Рыбалка? Мне никак, просто это... Мне интересно было тебе? Ну, побыть на природе как-то это все-таки... Успокоение какое-то было? Ну, да. Я люблю природу. А еще мы ходили за грибами все лето. Ты городской парень или деревенский? Деревенский. Но я люблю город. А сейчас город любишь? Да. Сейчас мне очень нравится. То есть, я бы сейчас не жил в том месте, где я вырос. Ну, если, например, это какая-то дача за городом, то, может быть, что-то свое, да, то я бы жил на природе. На месяц? Ну да, на месяц, но не на постоянно. На выходные выбраться. Слушай, давай вернемся в твою школу. Вот 11 класс. Перед тобой выбор, куда поступать. Начались эти вопросы. Родители как-то повлияли на выбор? Или это был чисто твой выбор? Блин, ну... Острого желания пойти в медицинский. И в 11 классе я, можно сказать, случайно попал на Олимпиаду по экономике, всероссийскую. Потому что, видимо, в России дети плохо знают экономику, а у нас хоть как-то ее преподавали, но с минимальными баллами я там попал туда. И увидел ребят, которые очень умные и такие целеустремленные, там много читают, разбираются в этой теме. И мне казалось, что мне тоже нравится экономика. Я такой, типа, экономистом или юристом, что-нибудь такое. Вот мне казалось, что я бы там тоже мог реализоваться, наверное, что ли. Но из-за того, что мне нравилась биология, из-за того, что мне нравилась психология. И бабушка говорила, что медик в семье – это хорошо. Поэтому я пошел в медицинский. Вот так. Но никто не давил. То есть я мог пойти, куда захочу. А у тебя? У меня? На самом деле у меня схожая история с твоей. Ну, в плане того, что мне нравилась биология. Я почему-то в детстве любил очень много смотреть животных. Реально, Animal, планеты всякие там. Я обожал, как лепарды вот эти вот бегают, блин, как они находятся. Мне это очень интересно было. Возможно, как-то повлияло, да, то есть, ты знаешь, то, что папа хотел стать врачом в свое время. И его отговорили, его же братья, что это сложно. Поэтому он не стал врачом. И он мне все время говорил, что ты будешь очень классным врачом. Ты, типа, пойдешь по моему пути, к которому я не пошел. Он так говорит. Но это, опять же, как у тебя, у меня это не было как давление. Типа, вот, папа меня заставляет, готовит как-то к этому. Вообще такого не было. То есть, я сам учился в школе. Сначала я плохо учился, потом получше стал учиться. Я, знаешь, тот пример, когда ты не отличник, но ты можешь поступить в медицинский, стать хорошим врачом, добиться там какого-то успеха в медицине. И вот я так же, как и ты, химию, на самом деле, плохо знал. Так же у нас были какие-то занятия в школе с нашим преподавателем по химии. Мы собирались и решали какие-то вот эти вот схемы, делали. Химию я сдал не очень, но набрал какие-то баллы, там 50 с чем-то, или сейчас с чем-то. 50 с чем-то, по-моему, да. Биология набрал 70, по-моему, с чем-то. Хорошо. Вот, русский я набрал 80 с чем-то, за 80 было. Ничего себе. Вот, математику я набрал 37. Почему-то я математику мало набрал, хотя я не скажу, что я плохо учился. Ты по-русски хорошо говоришь. Ну, у нас преподаватель, на самом деле, хороший, мы просто часто готовились к этому ЕГЭ. Ну да, знали, как не учать. Что я тупой в плане, да, и русского языка. Вот, то есть я средний такой был ученик по-русскому, но я любил именно занятия по-русскому языку. Всякие диктанты, вот такие вот моменты. Мне нормально относился. И к математике, к геометрию не очень любил. Биологию обожал. Вот почему именно я пошел в медицину, потому что я любил очень биологию, так же, как и ты. Вот, расскажи, пожалуйста, вот ты, первый день твой в университете, твои эмоции, когда ты увидел огромное количество людей в белых халатах, молодых людей, таких как ты, твои воспоминания есть какие-то приятные? Или там, может быть, наоборот, ты испугался? Институт, это вообще... Отдельная жизнь? Много воспоминаний, особенно поначалу. Первый курс института, это вообще одни приколы. Да. Первое занятие было почему-то, ну, не считая там сбора... Ты помнишь первое занятие? Да, я помню первое занятие. Ничего себе. Был какой-то сбор перед учебой, да, где нам там раздавали студенческие билеты, рассказывали, какие... Организационные моменты. Да, организационные моменты, кто в какой группе будет. Вот, но я не помню, что все были в халатах, все сидели просто обычно одеты. То есть, я пришел, да, людей много, я там... В ятом корпусе, по-моему, это... Я никого не знаю, я пришел, сел, послушал, ушел. Так же один. В ятом корпусе же было, это собрание, 200 людей, первое, по-моему, как? В 201 или 400... В 41, по-моему, да. 400... В 41, уже нет. В 1, мне казалось, 410. Нет, в 41, по-моему, 45. Ну, на 4 этаже большой отвлекторий, да, много людей. У кого-то были друзья, знакомые, кто-то кого-то уже где-то знал, из каких-то лицеев поступали вместе. У тебя не было никого? У меня никого знакомых, я такой... А, ну, на старших курсах были ребята, кто учился, кого-то я знал, вот. А на моем потоке никого не было, я такой пришел, типа, блин, столько людей. Стрессово было? Или интересно было? Когда в группе уже, в маленькой группе, на лекциях, потихоньку... Нет, какого-то такого стресса не было. Было интересно, наоборот. Стресс был, вот, когда я... На первое занятие у нас была математика, тоже в 9-м корпусе. Я вообще не ориентировался в этих корпусах, как до Тулы доехать, какой автобус, там, что вообще. Ты не жил в общежитии, да? Ты ездил? Я ездил из Бугучарова, да, это надо было с несколькими пересадками доехать до этого института. И так до конца вот... Нет, не до конца, там потом машина появилась. Нет, нет, я имею в виду, ты в общежитии вообще не жил? Нет, в общежитии не жил. И квартиру не снимал? И квартиру не снимал. Я опаздывал на это лекцию, ой, занятие по математике. Я волновался, что я буду опоздавший. Я опоздал, все на меня посмотрели, так, типа, кто это, я прошел там назад, сел, и все решали умные какие-то примеры по математике. Там, высшая математика, теория вероятности, еще что-то. Я думал, зачем на это надо в медицинском институте, но больше всего меня поражали ребята, которые выходили к доске, тянули руки, и что-то там решали. Я думал, блин, пипец, они умные, типа, я, наверное, куда-то не туда попал. Может, я не туда поступил? Да, я не туда поступил. Ну, потом, вроде как, я быстро все понимаю и учусь, и если мне было непонятно, я спрашивал, и, ну, и, в принципе, оказалось, не все так сложно. Ну, на самом деле, они не такие требовательные были, вот эти вот занятия. Да, они не профильные специальности. Они сами понимали, что... Да, это, да, не спрашивали. Но было интересно, потому что, когда ты учился в среднеобщеобразовательной школе, а тут ребята отовсюду, из каких-то лицеев, посмотреть уровень, и кто на каком уровне, и, может быть, подтянуть. За 6 лет твой самый-самый любимый предмет в институте. Так это сложно. Много предметов, ну, почему... Нужно несколько назвать. Нужно водичку, у меня уже голос начинает это проседать. Молока. Сейчас, посмотрю. Мне вспоминается из предметов, это Бондаренко, латинский язык. Латинский язык. Ну, он тебе нравился этот предмет? Да, мне нравился. Или тебе нравился преподаватель, как он преподает? Что тебе нравилось? И предмет, и преподаватель. Сами занятия как проходили, да? А, вот куда я еще хотел поступить. В 10-11 классе я начал ходить к репетитору по английскому языку. И потаскал английский, и мне нравилось, что у меня получается с английским языком. И я думал, что, может быть, вообще на переводчика пойти еще. Вот. А на первом курсе, ну, английский в медицинском был так себе, а вот латинский. Она хорошо объясняла и спрашивала. И, в принципе, я такой, типа, английский знал, как учить. И латинский, в принципе, изучение языков, они похожи. И мне было понятно, и нравилось, типа, еще какой-то язык мы учили. Вот. Ну, и ее подход мне нравился, такой жесткий. Ну, как занятия проходили? Ноль, минус, ставь себе. Не ответил ли там задуматься? Блин, это стрессово было, слушай, ну, я не знаю. Ставь себе минус, ставь себе минус. А в итоге все, короче, мухлевали и пририсовывали себе эти плюсы, но она потом сильно не замечала. Что самое интересное, занятия были очень такие жесткие, лекции были очень жесткие. У нее не было лекций. А, нет, это не у честного. Да, честного еще. Занятия у нее были очень такие жесткие. Она была со всякими такими, знаешь, шутками интересными. Там у нее были такие интересные заходы. И она так мне приказала, как она стеблась над иностранцами, над африканцами, над арабами особенно, на духорядцы, которые приходят. А у нее, по-моему, аллергия была или что-то там она... Ну, не у нее, она говорила, что, типа, нельзя так духориться, потому что, возможно, у кого-то может быть аллергия. Бандаринка. Бандаринка говорила, да. У нее еще какая-то забавная история была. Там про... То ли про юбку, то ли еще что-то там. Она рассказывала. Вам она не рассказывала? Вот. И что я хотел сказать. Ну, настолько были такие серьезные занятия, но ее все любили. Потому что она активно участвовала в таких вот каких-то других процессах, да, там, типа, как помнишь, мы рисовали всякие рисунки, плакаты, участвовали. Смотр был. Всякие там выступления были разные. Я помню, Аполлон, не Аполлон, там. Ну, да, это круто. Интересно, что она это придумала. И на латинскую тему, и все активно участвовали, всех это заинтересовало. Поэтому, мне кажется, у многих реально вот этот предмет. Приятные воспоминания, яркие. И контраст такой, и строгости вот этой, и какой-то человечности, и заинтересованность этого преподавателя, чтобы мы знали латинский. Потому что он, на самом деле, нам нужен был. Ну, по крайней мере, в институте он нам нужен был. Да, анатомию мы там учили, потом фармакологию, рецепты выписывать. Какие-то базовые вещи мы уже знали. Ну, в общем, латинский язык. И Бондаренко, Маргарита Александровна. Александровна? Да. Не Алексеевна. Нет, Александровна. Я ее, кстати, видел недавно. Ну, не то чтобы недавно, а я меду... Примерно год назад я ее видел в магазине. Ой, ничего себе. В этом, в глобусе. Она на латинском говорила. Она меня узнала. Она меня узнала. Мы с ней пообщались так хорошо. Вот. Я ей благодарил. Сказал спасибо вам огромное за мое вот... Я первое время, когда закончил институт, или в радионатуре учился, или на старших курсах. Я уже не помню. Я на старших курсах ходил на эти чтения, смотрел просто. Мне было интересно. С Сотманом я ходил на чтения. Я помню. Вот. И просто я заходил к ней в кабинет, здоровался. Ну вот как-то... Хотелось к ней зайти. Хорошая. Ты давно был в институте? Давно. Не помню уже, когда. Надо съездить. На день открытых дверей. Из-за преподавателей, кого я еще помню, это Чеснова. Тоже со своим своеобразным подходом к обучению. Ну, какие-то вот такие строгие преподаватели, мне кажется, что они как-то больше заинтересованы, чтобы студенты что-то учили. Они реально делали и нашу студенческую жизнь интересные. Да, интересные отработки. БХ вел как строителей тоже. Он читал такие... Блин, как у него лекции проходят. Это просто искусство, как он лекции преподавал. Он просто настолько медленно начал, чтобы мы все слово в слово записывали его лекции. Потом он слово в слово спрашивал с нас. Блин, это вообще... Ну, хотя бы понятно, что от тебя хотят. Ты знаешь, и он давал базу. И кто еще? Даже Леонтьев. Особая любовь у меня к фармакологии, потому что я ходил на эти отработки. У меня тоже, кстати, хорошие воспоминания сохранились. И как будто бы какая-то несправедливость была в отношении меня, что я вроде бы все ответил, а он говорит, что все равно недостаточно, все равно на отработку. Просто какой-то... Как прошел у вас зачет? Экзамен. Экзамен, да. Я сдавал экзамен, я знал, что я знаю материал, но не хотел идти к Леонтьеву, потому что думал, что он опять меня завалит. И я первым побежал к Морозовой. Ее все боялись, считали, что она... Она тебя любила, да? Нет, она меня вообще не знала. Что она строгая, там тоже несправедливая, субъективная как-то. Но я знал, что я знаю, и лучше я пойду к ней. И, в общем, я хорошо ответил на пятерку. И когда он поставил пятерку и подписывал Леонтьев, как мой преподаватель, у него лицо немножко искривилось. Я такой, слава богу, что я не к нему пошел. Так, давай не будем плохого говорить. Человек хороший, на самом деле. Человек хороший. Я с ним даже в теннис играл. Ой, в бутбинтон. Серьезно? Да. В лагере. А, точно. Ты же в лагерах ездил? В лагере, как он называется, политехник. Где-то рядом с Алексиным. А то ездили какие-то особые люди, я не понимаю, почему у меня там не было. Люди, кто учился в бюджете и в профсоюзе. Ну, я говорю, особые люди. И он там был медицинским работником, как врач этого лагеря. Прикольно. И он вообще любит спорт. Что я потерял. По соцсетям у него или где-то он сам рассказывал, что он там и бегает, и бадминтон. И мы с ним играли в бадминтон. Я помню. И я думал, что ну сейчас здесь я тебя хотя бы выиграю. А все равно нету. Он очень был хорош в бадминтоне. Я помню ваши фотки общие. Да, общие фотки. На память. Круто. Ну, то есть... Слушай, а я как сдавал экзамен. Я помню, я очень хорошо помню экзамен по фармакологии. Я помню, в коридоре вот этом стоишь. Где все стоят, мечутся туда-сюда студенты. Это какой экзамен? По фармакологии. Вот. Я помню, что меня удивило. Отличники стояли с наушниками. Настраивали наушники. Я думал, блин, если же вы настраиваете наушники, я не знаю, что это так... Как вас это оценивать? Ваши знания имеют. Потому что я думал, отличникам наушники не нужны. Я, например, не стал... Я ни разу не надевал наушник. Я хотел спросить, как раз, сколько раз ты пользовался наушниками? Ни разу. Для меня это было наше. Типа, ты, когда надеваешь наушник, ты, грубо говоря, все, что ты выучил, ты просто это отметаешь. И ты полностью полагаешься на какого-то человека, который просто тебе будет подсказывать какие-то слова. Ну, списывал. Списывал, конечно. Нет, я шпаргалки делал. У меня до сих пор халат есть медицинский. Вот так вот дозврачиваешь. Это латинский, мы там писали, мне кажется. И там что-то написано. Вот. И когда я сел к Леонтьеву, и два вопроса я знал. Один не знал. И он меня вытягивал. Представляешь себе? Он говорил, ты хороший парень. А, я помню. Ты уже с нами учился, нет? Нет. Я с балку учился еще. Он сказал, ты хороший парень, типа, ответь мне на какой-то вопрос. А я не мог ответить. Он мне хотел пятерку поставить. Он мне в итоге четверку поставил. Представляешь себе? Хотя я не скажу, что я по фармакологии. Фармакологии классно учился. Что ты там выключаешь? Камера разводилась у нас. Так, давай продолжим. На чем мы остановились? Ну, всякие преподаватели, всякие. А, мы про фармакологию поговорили. Фармакологию. Что еще интересного у тебя было на истоте? Что тебе еще запомнилось? А, из того, что из каких-то историй, которые я периодически вспоминаю, это первая практика. Помнишь, когда мы были на это, ты с нами был на Кирова? Нет, практику не проходил. Я, там, Таня Жаркова уже. Вот. И Отман, и Маша из Питера, которые были, и Аня Филатова. Что за практика-то? На втором курсе летом практика санитарская. Помощник младшего персонала. А, нет. Нет, нет. Не было. На втором курсе я же не учился с вами. Ну, с нами не учились. А, ты имеешь в виду общался с вами, ездил с вами? Нет, нет. Сборная такая солянка. Катя Горячего с нами была. И у нас была практика. Это... Я помню, где вы еще вместе, по-моему, отдыхали, где-то там, или спали, там же, да, где-то? Или это не там было? Нет, нет. Это уже на скорой было, наверное? На скорой. Ага. Вот. И практика заключалась в том, что... Что вы там, стены мыли? Что там делали? Да, мы должны были мыть полы, стены, унитазы. А в какой больнице? Симашка? Раньше она была 4-я. Это где? Кирова, улица Кирова. А, это в Польтарском районе? В Польтарский район. Там было терапевтическое отделение, гинекологическое и хирургическое. Гинекологическое. Потом закрыли, оставили только терапию. В общем, там была преподавательница, которая вела эту практику, безъязычная, Маргарита Сергеевна. Тоже одна из таких суровых преподавателей. Она не преподавала. Которая жестко спрашивала, но по делу. Терапию лишала внутренней болезни? Потом она принимала экзамен на внутренних болезнях, на пропедевтике. Потом еще где-то... Она молодая? Да, она молодая, симпатичная, красивая. Да? Вот. И она там тоже на скорой где-то в свое время работала. Прошла вот все этапы. То есть средний медперсонал, врач. И, в общем, она... Она врач? Жестко спрашивала, да. Какой? Сейчас не знаю. А была? Врач-терапевт. Потом она была заведующей терапевтическим отделением. Потом она была замгла врача в Ленинской районной больнице. Сейчас не знаю, где она. Ну, такой у нее... Опыт хороший, на самом деле. Хороший опыт. Но она это и знает, и соображает, и, может быть, какая-то пробивная. И она с нас спускала три шкуры. То есть... Помимо того, что мы должны были драйвить там все, как этот младший медицинский персонал, после этого всего она нас еще спрашивала. Спрашивала она по методу Бондаренко. То есть, не знаешь, реферат. Реферат от руки, 25 листов, надо написать. И мы там в первый день, когда она только пришла, она первую неделю была в отпуске, и мы... Практика у нас была такая... Кайфовая. А потом она вышла, и нас спросила все это. Мы потом рефераты писали. И, конечно, было сначала как-то неприятно, что как-то несправедливо. Это же практика, не учеба какая-то, чего у нас так. Но потом мы с ней начали нормально общаться, понимали, что она нас требует, хорошо готовились, отвечали. Она была довольна нами. И... Ну, и как-то хорошее общение у нас с ней сложилось. На этой практике мы ели сосиски, там, ходили в какой-то магазин. Сосиски просто с майонезом. Такое чисто студенческое... Обед у нас был. Еще было лето, там какие-то груши, яблони во дворе цвели мы. Ходили, набирали, кушали. Ну, помимо терапевтического отделения, мы были еще и в хирургическом, ходили на операции. Нам давали делать капельницы уколом. И там много чему научились, много чего узнали. И там я первый раз увидел, ну, не труп в анатомичке, который у нас был, а прямо в морг. Да, в морг я попал. Живых мертвых людей. Настоящий живой мертвый труп. Он восстал. Я пошел, короче, относить гистологический препарат после операции, какой-то на молочное железе или еще что-то. Ну что, все там операции делали на молочное железе. Просто, говорит, отнеси в морг. Я такой, ну ладно, в морг и морг. Тетка выходит в фартуке, как она в мясном рынке такая, вся в крови, говорит, поставь вот сюда. И я на нее повернулся, и там лежал труп человека. Это, наверное, нельзя будет показывать, рассказывать. И запах был, да, такой. Ну, запах формалина, все. И он там уже препарированный человек. Вот все. Ну, можно. Ну, не знаю, слабонервный. Ну, короче, мне в тот момент стало как-то не по себе. Потому что я первый раз такое зрелище увидел. Поставил этот препарат и вернулся к ребятам. Они говорят, что с тобой случилось? Ты как будто тут мертвеца увидел, да, побледнел. Я говорю, ну, я на самом деле увидел мертвеца. Они такие, ну, круто, мы тоже хотим. И я их повел в этот патологоанатомический корпус. Мы познакомились с этой медсестрой. Врач туда приезжал, делал вскрытие. Не помню, как ее фамилия. По-моему, тоже как будто Бондаренко. Алла какая-то там. Ну, короче, она главный патологоанатом Тула была. И очень круто проводила вскрытие. И показывала все вот эти вот органы. Какая патология, где инфаркт, где тут инсульт случился. И было очень интересно. Мы все лето, помимо того, что делали это, еще бегали в этот морг. И смотрели, как она все это проводит. И обследование, исследование. Было интересно. Такое насыщенное лето. И, может быть, в тот момент, вот как раз я помню, почему-то на втором курсе мне начала нравиться медицина очень сильно. Какие-то появились предметы интересные, связанные с медициной. Давай топ-5 преподавателей, которые тебе запомнились. Топ-5. Бондаренко, Чеснова, Леонтьев. Три. Ну, я даже не знаю, я вот помню их, но... Ну, ты просто скажи предмет. Не обязательно фамилию. Веневцева дочка. Ее дочка? Да. Так. Еще? Пятый. Веневцева дочка. И чем? Веневцева злашая. Ну, она физиологию вела, так интересно. У меня именно вот физиология. Так. Мне нравилось. Пятый. Боюсь кого-нибудь не вспомнить, но... Ну, я в том-то суть, чтобы ты на памяти... Кто у нас вел топографическую анатомию? Семенчева или как ее звали, фамилия? Да, по-моему, да. Вот Семенчева мне тоже нравилась своим подходом. Пятый. И какие знания она давала и требовала. Вот, пытала. Топографическая анатомия. У меня... Давай я назову своих пять. Только других. Моих не повторяется. Я других назову, да. Первое у меня... Киркина. Блин. Вот я и говорю. Вот, все. Киркина меня не простит. Второе. Киняшева. Киняшева хорошая. Третье. Сейчас скажу, подожди. Она у меня еще вебинар проводила. Так стыдно сейчас это не вспомнить. Вебинар? Уля Балков. Нет. Сейчас скажу. Соболенкова. А, Соболенкова. Это... Я догадался про кого-то, да. Соболенкова. Это третий. Твоя любимая Соболенкова. Четвертый. Мне очень безумно просто нравилась Ежова. Ежова. Семенович. Семенович, да. Чеглашвили. Да, то, Семенович Чеглашвили. Давайте целиком. И еще одного я назвал бы. Это... Детскую хирургию больше у нас преподавал? Жамшут. Нет. Бахрейн. Хватит. Так нельзя. Мухаммад Башиев. Ну, я видишь, на Б уходал. На самом деле, ну, имена все на слуху. Вот, но какие вы были преподаватели, реально, вот, те, которые посмотрят этот подкаст, мы вас реально очень уважаем, очень обожаем. Вот, вы реально просто огромную роль сыграли в нашей жизни, в нашей студенческой жизни. То есть все были такие преподаватели, как вы в институте? Просто золотые преподаватели. Их на самом деле много, я просто еще не всех назвал. Я вот дополнительно даже двоих назвал, которые мне нравились. Вот. Мне очень много преподавателей, которые реально мне запомнились, которые мне помогли как хирург, стать хирургом поэтому реально но топ-5 которых я бы назвал это самые-самые давай топ-3 которые плохие преподаватели топ-3 плохие слушай я даже не знаю топ-3 плохие плохое не помнится я могу сказать какие они преподавали предметы вот так я могу сказать вот топ-3 там по хирургии преподавал и молодой парень который алекс начал просто ужасно я помню он просто так вот сидел просто четко 9 на старших курсах да просто я поражался настолько человек зачем туда пошел преподаваться если ты не умеет падавать я бы сюда я всегда сравнил преподавать мне на самом деле очень важно было вот этого преподавание как не преподает я всегда выделял почему-то ковка ну не русских преподавателей потому что не увеличивали нас как они реально преподавали я реально видела отличие от тех, которые вот преподают, да, там, из русских, если мы говорим, не в национальности дела, а просто в темпераменте, возможно, дело у людей, вот, и в заинтересованности то, что они хотят себя показать, то, что хоть мы и не русские, но мы вот такие хорошие преподавать, возможно, в этом дело. Вот почему я назвал Дато Семеновича, почему она назвала Розеточку Син, то, что они, у них своя стилистика есть, как они преподают, и, ну, это отдельная тема, вот, это очень важно, я считаю. И Мухаммад Машир, помнишь занятия? Мы же вместе вчера с тобой. Как он? Махер, он мне еще назвал, как-то интересно, Махер. Знаешь, какой Махер? Я не знал, кстати, я, кстати, не знал, я потом, благодаря ему, я узнал, что мое имя переводится как мастер, и я такой, вау. А я еще, ну, я так сравнил, ну, все равно, все равно ты проецируешь это на свою жизнь. Я такой, я в этом старался быть лучшим, и в этом старался быть лучшим, там, на музыкалке я старался быть лучшим, там, везде-везде занимал какие-то места, и на самом деле, да, я подхожу, мое имя мне подходит. Так, ну, поговорили про университет, давай сейчас перейдем, наверное, на тот этап, когда ты закончил университет, и кем ты хотел стать в первое время, я помню, что ты не хотел стать психиатром сразу, я помню, ты в кардиологии куда-то метился, потом в хирургии куда-то метился, вот что повлияло на выбор в итоге профессии? Мне уже холодно. Холодно, капец. Это, ну, я хотел на кардиолога, потому что у нас, может быть... Преподаватель был классный, наверное, да? Да нет, в целом, в институте, как-то в нашем, мне казалось, что упор делается на какие-то терапевтические специальности, про педевтика там, спрашивали у нас всякие перкуссии, пальпации, расшифровки, кардиограмм, и в этом, ну, я понимал и разбирался в кардиограммах. Я помню, ты меня учил в кардиограмме, да, кардиограммы, и я думал, что, ну, как бы, если я в этом хорошо разбираюсь, то, может быть, стоит попробовать, не в терапевты, да, но в более узкую специализацию кардиологии, да. Я потом подумал, что... Что оттокнуло? Я, ну, стал руководством не тем, что я, как бы, хорошо знаю и в чем я разбираюсь, а то, чего бы я хотел попробовать. Попробовать в плане чего? В плане интереса или в плане заработка? В плане интересно. в плане интереса. Психиатрия, психотерапия, психология. Слушай, а не было такого, что тебе позвонил завидующий главный врач или кто он там? В психиатрической больнице? Да-да-да-да. И сказал, Митя, есть место для тебя. Зам главврача, да? Да, для тебя. И девушисимый потом тебя... Какова его фамилия? Ивашиненко? Ивашиненко, да. Нет, эта история... Такого не было? Потом я хотел сейчас в хирургию, потому что я тоже считал, что в этой области... Ты ходил на занятия по хирургии, помню. Да, у меня были бы успехи, потому что я такой... Знание есть. Усидчивый, может быть, тоже педантичный. Если там какую-то операцию, я, может быть, хорошо делал. Хладнокровный. Да, хладнокровный. Плюс хорошо, вот ты говоришь, там, какие-то... Может быть, мне кажется, это связано с геометрией, какой-то образ мышления в плане того, что я представлял, как все сосуды идут. Мне это хорошо давалась, типографическая анатомия. И я знал, как что там расположено. Я, может быть, это мог применять и делать операции, и помогать людям, и все такое. Но я подумал, что... Какое-то такое убеждение свое, что это стереотипно монотонно все эти операции каждый день проводить. И мне показалось, что это будет скучно для меня. Ты ошибаешься. Ты очень ошибся. Вот. И я пошел туда, где повеселее. Поверь мне, веселее хирургии ничего нету, когда у тебя кровит сосуд. Да. Не, на самом деле, я вот как хирург скажу, хирургия безумно интересная профессия. Безумно просто интересная, потому что ты не просто с анатомией встречаешься, а ты встречаешься с какой-то патологией. И для меня хирургия просто как отдельный, я не знаю, может быть, фильм. То есть я, когда вхожу в операционную, для меня какая-то отдельная такая интересная территория, где я чувствую себя безумно комфортно. Вот эти все процедуры, когда ты моешься, готовишься к операции, когда тебя одевает халат, тебя как обслуживают. Реально очень круто. Ощущения такие интересные. Надевают перчатки, как ты стоишь, накрывают стол. Ну, такая очень интересная, как сказать... Процедура, ритуал. Ну, не то, что... Да, как ритуал, да, некий. Вот. Операционное поле у тебя есть. То есть лицо пациента ты не видишь, все закрыто. Ты видишь только вот поле операционное, и ты должен знать, во-первых, что у него уже. Ты всю историю его должен знать. Какие болезни у него были, какие там операции были. Все это может повлиять просто на весь процесс операции. Ты открываешь, и вот, когда видишь опухоль, и вот твои первые эмоции, что делать, как сделать операцию, какой выбор сделать операцию, разрез какой сделать, анастомозы какие сделать. То есть это все, на самом деле, очень интересно. Безумно интересно. Бывает такое, конечно, когда неоперабельные случаи. Это не очень интересно. Ну, да, наоборот. Но это тоже своя отдельная тематика. То есть когда ты потом пациенту говоришь, что, к сожалению, мы не можем им помочь. Такое тоже бывает. Ну, именно хирургически. Хирургически. Так что интересно. Большая хирургия реально очень интересная. Вот малая хирургия не так интересна, честно скажу. Возможно, пластическая хирургия тоже интересна. По крайней мере, когда я делаю операцию сейчас на лице, мне интересно, как правильно разрез делать, чтобы, когда ты ее соединяешь, чтобы не было вид на шва. Вот у меня сейчас получается. Мне это тоже интересно стало. Молочная железа тоже интересна. В плане операции. — А почему ты пошел на хирурга? — Почему я пошел на хирурга? Потому что я проходил практику в хирургии в железнодорожной больнице, везде, где я проходил практику. Мне безумно все интересно было, мне нравилось. Я помню, когда мы по урологии проходили, я единственный студент, который чуть ли не ближе, чем хирург был, вот так вот крайне послеоперационный. Мне настолько было интересно посмотреть, как там сосуды. — А в обморок не падал? — Нет, ни разу. Единственный раз, когда я в обморок упал, это было в больнице уже, когда у меня ангина резко началась, температура поднялась. Но не то чтобы в обморок, я чувствовал, что хирурга, которому я ассистировал, я сказал, что могу я присесть? Я сказал, что мне плохо, что-то не очень хорошо. — С ангиной на операции? — Я присел. Я не знал, что у меня ангина. — Стосилококс, лифтакокс? — Нет, у меня не было ни кашля, ничего. Ну, в маске все нормально. — Ну, резко заболел, да? — Я сел, да. Ну, я знаю, с чем это связано, на самом деле. Представляешься? Я знаю причину, почему у меня свет началась. Меня наругал шеф. — Изглазил? — Наругал. — Наругал и что? — Да, стресс. — Стресс? — Сразу представляешься, стресс, иммунитет сразу падает, и сразу ангина у меня началась. — В общем, хирургия очень интересная. Мне безумно нравится. Я нисколько не жалею, что я пошел в хирургию. Единственное, я хотел бы немножко развития в этом плане для себя. Я все стучусь в разные двери, и жду, когда какая дверь откроется, туда я пойду. Ну, еще вот эта вот часть медийная тоже мне очень интересно. — Многие совмещают врачи, блоги ведут и подкасты. — Есть те, которые… — Мне кажется, это нужно, популярно. Ну, не то, что популярно, а нужно. Люди интересуются, людям интересно узнать мнение врачей, потому что мало где можно найти просто врачей, побеседовать с ними, а тут врачи сами делятся, и можно задавать вопросы и получать какую-то информацию. — Знаешь, почему я начал это делать? Я когда начал общаться с врачами, мне безумно интересно было с ними общаться. Я такой, блин, почему это никто не видит? Вот реально, вот сейчас даже, вот я работаю в семейной клинике, просто мы сидим, три врача, общаемся на какую-то тему, какие-то истории рассказываем там медицинские. Я такой думал, блин, это настолько интересно. — Ну, смотри, я вот недавно был в клинике, дежурил в одной, и там был консилиум, и все, и врачи, и психиатры, и психологи. — Давай же шифруем, что такое консилиум. — Консилиум, ну, обсуждение пациента, обсуждение какого-то случая конкретного. — Несколько врачей? — Несколько врачей, все, кто занимается процессом лечения, не только врачи, например, психологи или реабилитологи. — Да-да, комплексное лечение, какой-то болезнь. — И мне так было интересно в плане того, что каждый высказывает свою точку зрения, точку зрения своего подхода, предлагает какие-то варианты решения ситуации, и видно, что эти люди очень опытные, умные, образованные. — Да, это реально очень круто. Консилиум, участвовать в консилиумах — это отдельная тоже какая-то профессия. Ну, не то, что профессия, а разветвление в медицине. Я просто сам реально очень много участвовал в консилиумах, как хирург, который принимал решения. — Это что за консилиум? А, ты собирал консилиум? — Нет. — Все высказывали мнение, а тебе надо было принять решение. — Да, вот у меня химиотерапевт спрашивал, «Махир Иванович, мы можем это прооперировать?» — Ну, да. — Я такой, да, можем, либо нет, не можем. Либо давайте начнем с химиотерапии, я ей говорил. Либо давайте начнем с учевотерапии. Вот так вот прикольно общаешься с врачами, типа, «Михаил Сергеевич, помнишь Пакову?» — Да. — Михаил Сергеевич, помнишь? Мы можем сделать учевотерапию. Он говорит, «Махир, опухоль высоко, например, в прямой кишке, уже в малый таз там, да, высоко?» Типа, ну, не очень рекомендуется, лучше давай прооперируем, уберем опухоль. Но на самом деле, когда опухоль высоко, ее легче прооперировать. Ну, просто бывает такое, когда есть метастазы в региональные узлы, чтобы все это как-то приостановить, делать учевотерапию. Очень интересный, короче, комплексный подход к лечению больного. Пациент сам ничего не понимает, он сидит просто на конце, он вообще ничего не понимает, что происходит. А врачи, между собой, все понимают. Это прикольно. Ну, сначала задают вопросы, что-то обсуждают, а потом конечный какой-то результат. Наверное, лучше, чтобы пациент вышел, и потом ему сообщить. Сами эти обсуждения пациенту могут быть не совсем приятными. Непонятно они просто. Непонятно, и пугать что-то непонятное – это пугает. Что они там сказали? Все, я там умирал. Я тебе так скажу, зачастую пациенты даже после того, как они им все рассказывают, потому что они все равно не понимают, поэтому всегда родственники заходят с пациентом. Ну, шоковое состояние такое бывает-то. Ну, у тебя вообще все сложно. Ты там с онкобольными работал, а я с психбольными. У тебя намного интереснее, да? Они тоже не понимают, что ты говоришь. У них свой мир. Расскажи поподробнее про психиатрию. Что интереснее есть? Это я думал, пока ты это рассказывал. Ты говорил про Ивашиненко. Когда к Ивашиненко я пришел в интернатуру поступать, места на интернатуру были заняты. Но я бы прошел, потому что у меня хорошие баллы и все дела. А он предложил мне в ординатуру поступить, потому что были места и предложил даже без экзамена. Он тебя хорошо знал или что? Да нет, не хорошо. Просто им надо было закрыть место, видимо, чтобы у них все места были заняты. Все хотели пойти в интернатуру. Чтобы в дальнейшем выделяли тоже места на это. Ну да, побыстрее отучиться за год и начать работать. А в ординатуру неохотно шли почему-то. Интернатура была по психиатрии? Серьезно? Интернатура и ординатура. Ты ее закончил? Ну вот, он мне предложил без экзамена, но в ординатуру. Я согласился. Год жизни потерял. Ну, нет. А зато могло все по-другому сложиться. На самом деле, ординатура тоже какая-то работа, мне кажется. Если бы я был в интернатуре, я бы, ну, не был бы, например, не попал бы на Асташова, не прошел бы там практику хорошую, не познакомился с каким-то... Асташова это что? Диспансер психоневологический в Туле. Там хорошие врачи и специалисты. Это во время ординатуры, да? Да, заведующая. Я сидел на приеме с Татьяной Викторовной Дандыкиной. Очень крутая вообще. Пациенты к ней идут. Давай самый интересный случай расскажи, пожалуйста. Из, я имею в виду, истории пациентов. Было такое? Да много. Я сейчас просто думаю, что... Что выбрать? Что всплывет? Я помню, когда мы проходили праздник по психиатрии, там пациентка рассказывала, как она общается с президентом Владимиром Владимировичем. Такие истории интересные были, разные. Ну блин, на самом деле это такая... Мне тоже безумно интересно. Психиатрия, психология. Интересно. Я помню, когда у нас занятия были по психологии. Я просто с таким интересом все это проходил. Не, интересно реально. Я понимаю, почему ты выбрал психиатрию. Да, психология тоже хорошая у нас была. Я не помню, что из последнего. То, что было, это бабуля с... Ей уже лет 80, может быть, и к 90. Вот, она наблюдалась с диагнозом шизофрения в течение жизни, но потом ей поменяли диагноз на остаточную шизофрению, потому что она давно не лежала в больнице, уже возрастные какие-то изменения нарастали. Остаточная шизофрения? Ну, когда уже нет таких острых состояния бред, галлюцинация, нарастает эмоционально-волевой дефект, какие-то конечные состояния и нарастает органика. То есть, уже пациент в возрасте становится больше дементный, симптоматика деменции, чем... То есть, какие-то органические нарушения, что это значит? Память хуже, внимание хуже, уже возраст... Не галлюцинация, короче. Да, возраст свой берет и поставили остаточную шизофрению, потому что остроты никакой не было. Она пила лекарства, вот, в минимальных дозировках... А не могла она вылечиться от него? Не могло такое быть? Нет, не могло, и случилось обострение. Понятно. Рассказывай. Да, все думали, она вылечилась, но нет. Она перестала пить лекарства, не пускала сына в квартиру, передавали ей еду через закрытую дверь, оставляли, она потом забирала. Считала, что она это другой человек, что у нее там есть какой-то генерал-муж, который должен прийти, хотя муж умер давно. Вот, высказывала какие-то бредовые идеи, что она цветок мира, цветок вселенной, должна спасти этот мир. И, что еще смешно в этом, то, что... Ну, не смешно, а даже ужасающе. Ты смотрел фильмы ужасов про вселение, когда в тебя вселяется какой-то дух, ну, или про расщепление личности, вот этот сплит-фильм. Она, короче, говорила разными голосами, прям реально. Она сначала говорила за себя, а потом говорила, как другой человек, представлялась другим именем, и вот это вот все происходило на моих глазах за закрытой дверью. То есть, я ее не видел, но слышал двух разных людей. То есть, сначала это бабуля, вот это говорила, а потом говорила другая, кем она представлялась. Вот, и эта другая запрещала ей открывать дверь и говорит, тебя обманут, тебя сейчас госпитализируют. Она говорит, да нет, это же врачи пришли, они мне хотят помочь. И потом другая говорила, что нет, не открывай дверь, не открываем дверь. Слушай, насколько это трэшовало. Да, за пять, ну, за шесть лет это работает, то есть, были какие-то бред, галлюцинации, но это люди голос свой не меняли так, прям. У тебя как было? Ну, пугающе немножко так, и интересно. Ну, понятно, что никто в нее не вселялся, это шизофрения и... Блин, ну, все равно восприятие, вот когда ты видишь, что ты слышишь. Не стандартно жить, правильно? В итоге мы вызывали МЧС, они вскрывали дверь, потому что ее одну оставлять без помощи нельзя было, приезжал сын. Ты сейчас на дом был? Квартира? Квартира, госпитализировали. Она пролечилась, после выписки из больницы я снова ее посещал, вот, и это уже совершенно другой человек. Она, конечно, все помнит, говорит, как же это я на вас так накинулась. Она помнит, что она говорила? Да. Ничего себе. Говорит, извините, но она все отрицает про вот эти галлюцинации, но то, что я был, и то, что... Был эпизод, что она накинулась на меня и поцарапала даже. Тебя? Да. Ничего себе. В состоянии психоза люди опасны, даже бабушка 90 лет хорошенько меня поцарапала, вот. Ну, после лечения, на лечении ей стало лучше, поэтому поддерживающую терапию при таких состояниях даже остаточные какие-то шизофрении нужно принимать. Лучше, да, принимать постоянно, не прекращать. Я помню, ты мне как-то показывал фотографии дома, в котором жил человек, болеющий шизофренией. Да. Просто жуть такая, просто. Я не знаю, кадры показывать, не показывать. Ну, возможно, я покажу. Возможно. Может быть, в телеграмм скину. Вот, в общем, просто безумно страшно. Это в фильмах даже таких кадров, мне кажется, нет. Это какие? Где вот написаны всякие рисунки? Драканы, где всякие были. Нет, есть квартиры, я когда в участковом был и в ИПП работал, мы ездили по пациентам, которые не приходят, не могут прийти либо по отсутствию критики, они считают себя больными, либо отсутствуют у них, ну, уже волевые нарушения, им лень прийти неохота, да. Вот. И либо это заваленные мусором, квартиры грязные, там, может быть, мусора под потолок, либо… Ну, это вот есть какие-то… Они асоциальные или что? Конкретно барахольщики, синдром Плюшкинга, они все тащат в дом, собирают из… и для них каждая вещь представляет какую-то ценность, они могут ее выкинуть. Они не объясняют, в чем ценность, но выкидывать ее нельзя, потому что что-то случится, будет у них стресс. И это вот накапливается, целые комнаты под потолок, забитые этими вещами мусором. Их в итоге по направлению госпитализируют в больницу, родственники разбирают это все, вывозят, нанимают клиник, там очищают, но спустя какое-то время, да, это, причем трудно поддается лечению, на фоне приема антипсихотиков, да, эти пациенты все равно продолжают собирать мусор и не выкидывать. Давай по очереди не торопись. Вот ты пришел к человеку в такой дом, как ты с ним общаешься? Вот ты стучишься, он открывает? Ну, иногда может не открыть, приходится связываться с родственниками, чтобы они обеспечили доступ. Так, а вот если открыл дверь же? Он открыл дверь. Ты что говоришь? Я смотрю, можно ли туда пройти или нельзя. Ну, вот все там мусор, все там грязно. Смотрю, оцениваю ситуацию, как вот это вот. Ты один или с кем-то? Опасности нет. Ты один или с кем-то? Так, ну, мы не будем все подробности. Ну, они в группе конкретно кого-то называют. Я имею в виду, ты вообще один бываешь или… Вообще, выходы на дом осуществляются врач и медсестрой совместно. Но никто так не ходит. В большинстве случаев врач ходит один по вызовам. То есть, есть риск какой-то? Да, есть риск, что… Да и с медсестрой, мне кажется, есть риск. Ну, мистера хотя бы убежит… И расскажет. Да, и позовет на помощь. Случай был, короче… Первый или второй год моей работы… Пациент с фамилией… Карелина. Нельзя говорить, но фамилия смешная, я тебе скажу. Ну… Отдельную тему про фамилии русские. Он бывший врач. Так. Врач, детский пульмонолог и все дела. Изобрел какую-то там методику лапароскопическую или еще что-то лечение в болезни легких какой-то там. У него там грамоты, журналы, газеты, вырезки на стенах. Он не посещал диспансер. И соседи написали заявление о том, что он может представлять опасность, да. Как? Для окружающих. Потому что он странно себя вел, был агрессивен. Соседи написали, что он разрубил стенку там лифта чем-то. Топором или ножом. Короче, резал им дверь. Вот. И соцслужба обратилась в диспансер, чтобы врач-психиатр вышел на дом. В некоторых случаях, да, то есть какие-то социальные службы, соседи, родственники могут писать заявление связываться с диспансером. Да, что врач провел освидетельствование. Если, ну короче, пациент подписывает согласие, то проще. Если нет, то там либо нет показаний для госпитализации, ничего с этим сделать нельзя. То есть надо будет обращаться уже в суд. Это какой-то долгий процесс. А если есть показания для госпитализации недобровольные, да, человек опасен, агрессивен для окружающих, да, или с суицидальными тенденциями, это 100% его недобровольно госпитализируют. И, короче, мы пошли. Я... Заходишь? Не схожу. У нас целый тоже комиссионный выход. Я, соцслужба, управа района Ясенева, полиция. Да. Нас там человек пять. Да. Мы все пришли к этому. Дальше что? Его нет дома. А где он на крыше? Мы такие уходим обратно, к лифту подходим, и тут выходит дедуля с пакетом, кучей пакетов странно одет. В пакетах в пакетах. Да. Какие-то значки тут. Ну, понятно, что это какой-то псих... Наш пациент. Я говорю, а как вас зовут? Он такой, называю, представляется. Мы такие, а мы как раз к вам, да. И он сразу обратно, ой-ой, я попозже приду. Хотел слинять от нас. Вот. Говорит, я с вами разговаривать не буду, в квартиру не пущу, и все дела. Я говорю, ну, я же врач, мы с вами коллеги. Угу. Он говорит, ну, только с вами я буду говорить, потому что мы коллеги. И пускает меня в квартиру. Угу. И закрывает ее. Все остаются в коридоре, за дверью. А я у него один в квартире, и он закрыл на ключ. Я сразу осматриваюсь, он же там опасный. Я смотрю, у него тут саперская лопата лежит в коридоре на входе. Я думаю, ну, все, сейчас он мне этой лопатой... Дрохнет. И прибьет тут. Я такой, черт. И я все игрек. А он такое был? Телосложение какое? Нет, обычный пожилой человек. Не сам. Обычного телосложения. Ни худой, ни толстой. Уровень опасности от 0 до 10. Микс файт. Он занимался боксом профессионально. Дед каратист. Я посмотрел, вижу, что, конечно, опасно тут. И я говорю, ну, мы же коллеги, мы же врачи. Да, ты ему напоминал, да? Да, да, я напоминал, мы же коллеги. Я говорю, вы же ничего плохого не сделаете? Он говорит, ну, нет, мы же коллеги. Я такой, ну, ладно, мы походили... Ваши шизофреника стоят, мы же коллеги. Повторяем, да? Час прошел, там стучат, там все, ну, мы же коллеги. Так, за чашкой чая, мы же коллеги. А полиция там стоит, ждет. Он с удовольствием так приветливо меня встретил, показал всю свою квартиру, все его вот эти грамоты, что он вообще, чем занимался, рассказал. На кухне у него висели халаты постиранные белые, как будто бы вот он ждет, что его позовут на операцию. Ну, в итоге, в связи с тем, что, да, он там какие-то опасные действия представлял... В общении с ним ты что-то заметил странное? Или просто обычный дедушка? Нет, конечно, там и квартира такая специфическая, и в поведении, да, мышлении у него в речи. То есть, да, он говорит непоследовательно. Ну, и там... Перескакивает, ты имеешь в виду? Да, он и перескакивал с места на место. Каких-то конкретных бредовых идей он не высказывал, потому что такие пациенты часто скрывают свои переживания, потому что понимают из-за страха, из-за опасения. Он же и в квартиру не хотел пускать, боялся, что его госпитализируют. Он понимает, что у него есть проблемы, да? Нет, он себя больным не считает. У него там по анамнезу я читал, что он вообще такой упертый, он добился, что у него сняли группу инвалидности. Он сказал, я не больной, значит, я не инвалид. Ему сняли инвалидность, он продолжил где-то подрабатывать. Ну, не по специальности уже, но все равно продолжал работать. И его сняли с диспансерного наблюдения, он тоже добился. И карту передали в архив. Опять на долгий промежуток времени, пока он не обострился, потому что терапию, соответственно, не принимал. История закончилась тем, что, да, его госпитализировали и по опасному поведению, то, что он там разрубил лифты вообще с такими острыми предметами, там что-то соседям резал дверь. И ко мне какая-то... Ну, конкретных не было, конечно. Только в момент, если человек опасен в моменте, его госпитализируют. Но психиатр все-таки учитывает весь комплекс, да. Событий. Событий, которые были, да. И мы приняли решение госпитализировать. Вышли в коридор в общий с полицией, соцработниками. Ты ему сказал что-то? Больше не пускали его в квартиру и ждали скорую помощь. Когда приехал в скорую помощь, они его осматривали личные вещи. Вот, да, шизофренические какие-то моменты тоже. То, что у него в сумке было с собой несколько паспортов, свидетельства о рождении, загранпаспорт, деньги, рубли, доллары, еще какая-то иностранная валюта, то есть можно предположить, что он считал, что ему нужно куда-то будет поехать. Может быть, ему угрожала опасность, может быть, за ним следили. И он был наготове покинуть это место, уехать куда-либо скрыться. Но он этого не делал. Ты ему сказал, что я бы хотел вас госпитализировать? Или давайте мы полежим в больнице, полечимся? Или ты просто вышел и сказал? Нет, мы ему сообщили, что нужно стационарное лечение, вызвали бригаду скорой помощи и... Ты спрашивал про лифт? Я уже не помню какие-то такие моменты. Не спрашивал, не спрашивал. Но я искал, что его в итоге оформили в интернат? Нет. По-моему, он в интернат потом уехал, потому что... Здрасте. Здрасте. Потому что у него не было родственников, и он одинокий, и никто не мог ухаживать за ним и обеспечивать его лечение, контроль за состоянием. И поэтому вот он уехал в интернат по социальным показаниям. Но я считаю, что это лучше, потому что неизвестно, как его судьба сложилась. А в интернате что за интернат? Психонерологические интернаты обычные... Ухаживают, типа, за ними там или что? Да. Или там какие-то конкурсы? Скорее всего, его по психическому заболеванию, по каким-то выраженным нарушениям опять признали недееспособным, что он не понимает... Это по жизни интернат или что? Скорее всего, по жизни, да. Что он не понимает последствия своих действий, не отдает им отчет. Поэтому лишили недееспособности и отправляют таких пациентов, у которых нет родственников, кто мог бы стать опекуном и обеспечивать уход в социальные учреждения, где за ними осуществляют контроль, да, приемы лекарств, там, питание, какой-то досуг, социальные какие-то вопросы их решают. То есть люди находятся под... не контролем, а... Под наблюдением. Где им оказывают должный уход, заботу. Не видно, да, что мы снимаем? Заветно. Видно. Ну а что? Одна пациентка была, у которой дома... Короче, мы поехали к сыну этой женщины. Он был пациентом, у него был синдром Дауна. А она разводила, короче, собачек и кошечек, и у нее в квартире было 40 или 50 домашних животных. Ничего себе, какой я свинтурный. И они все в клетках. И, конечно, их не успевал за всеми ухаживать. И очень был ужасный запах в квартире, когда мы зашли, опять же, выход соцработниками, полиции. У меня слезы из глаз были, потому что это резкий запах аммиака был, а надо было зайти в эту квартиру и осмотреть пациента. И мы через маски, через шапки какие-то заходили в эту квартиру. Это... Беседовал я с этим. Кто болел? Сын этой женщины, которая разводила вот этих кошек. У него был синдром Дауна. А уже что было? Ну, она нигде не наблюдалась. Ну, скорее всего, тоже какое-то психическое расстройство. Но она разводила животных. Ну, она и не только за животными не ухаживала, она и за этим ребенком тоже не ухаживала. И нам пришлось тоже по социальным показаниям его госпитали делать. Сколько лет ребенка? Я не помню, он уже большой был, лет 23. А, ну, тоже не ребенок. Или 30. Ну, пациенты с синдромом Дауна, они все равно как дети, они не приспособлены, и за ними надо обеспечивать уход и контроль. В итоге вы положили сына, взяли и положили госпитали? Я не помню, может, мы их всех положили. Ну, такое бывало, что, да, приходишь… А много вообще таких людей? Все семьи, да. В Москве? По наследственности передается. В Москве много таких людей? Ну, достаточно хватает. Я вообще, когда приехал работать в Яснево, я почему-то думал, что все шизофреники там живут, потому что… В Яснево? Да, очень-очень много пациентов… Да, наблюдается. И когда я проходил ордиантуру в Туле или жил тут, я не… ну, редко встречал, да, там, только в пределах больницы, когда я был участковым, я видел, что эти люди, ну, живут среди других людей… Не опасные или нет? В большинстве случаев нет. То есть, да, если пациент, тем более, еще принимает поддерживающую какую-то терапию, человек без, там, медицинского образования никогда не поймет, что он чем-то болен, да. Есть люди, которые на фоне лечения уходят в хорошую стойкую ремиссию, продолжают работать… От возраста на месте это вот… Да, от возраста, от… ну, как-то… от характера протекания в болезни, что ли, потому что есть с частыми обострениями… От помощи, да? Ну, да, от формы шизофрении, вот, и от поддерживающей терапии. Бывает, подходит препарат, кому-то не сразу подходит… Ты говорил, что вот, если молодые, да, у молодых шизофрения развивается, у них более такая… острые периоды часто бывают, да? А у пожилых более такая, наоборот… Да, тут вообще не угадаешь… Или по-разному… Вообще по-разному… И у молодых бывают тяжелые формы, какое-то хроническое течение. У пожилых больше это переходит, конечно, в хроническое течение. У молодых… Менее… Более острые, да, более выраженные психотические симптомы, но также хорошо они купируются и переходят в… Ну, купируются и наступает ремиссия, да, медикаментозная. У меня были пациенты, которые там один-два раза лежали в психиатрической больнице с психозами, потом длительное время… У них не было обострений, пять лет они там пили лекарства, и сколько-то времени уже не пили лекарства, и все было хорошо. Продолжали работать социально адаптированные, у кого-то хорошие должности, там, программисты, руководители отдела… Не мешает, в принципе, им работать, жить? Да. Не мешает работать. Если они принимают препараты, наблюдаются, да? Как часто наблюдаются? Некоторые заводят семьи, рожают, то есть, на фоне приема препаратов там подбираются индивидуальные дозировки, да, или на время беременности. То есть, современная терапия, она как бы есть? Препараты, да, современные, с минимумом побочных эффектов, и хорошо переносятся, если правильно подобрать, чтобы и симптомы купировать, да, и минимум побочных эффектов было. Потому что побочные эффекты есть у всех препаратов, нужно просто оценить, да, пользу от этого препарата и степень выраженности побочных эффектов. Кто-то не готов из пациентов мириться с этими побочными эффектами, но надо объяснять, что, допустим, это несущественные или они не настолько выражены. Ну, проводить какое-то психообразование с этими пациентами, и они могут соглашаться, да, и потом какие-то симптомы можно корректировать другими медикаментами, препаратами. Дополнительно, да. Да, и в целом, если пациент высказывает какие-то жалобы, на них ты реагируешь, подбираешь ему лечение, жалобы уходят, да, даже на побочные действия, и они лучше соглашаются на лечение, то есть они продолжают принимать препараты. Как долго его можно принимать? Препараты можно принимать пожизненно, если это хроническое течение. Ну, это типа как артериальные гипертензии, когда ты пьешь препараты? Да, психические расстройства в большинстве случаев хронические, поэтому... А какие-то острые эпизоды есть, препараты, которые сами пациенты принимают, или это только в госпитализации? Или, наверное, я не так говорю, сейчас напугаю случаи, что все психические расстройства хронические есть... Ну, как есть, скажи. Ну, переходят в хроническую, то есть это, что понимает хроническую, то есть ремиссия, правильно? Ты это имеешь в виду же? Ну, да, да. Ну, например, взять ту же депрессию. У кого-то депрессия может быть однократно в жизни, да, у кого-то она повторяется несколько раз в жизни. Что такое депрессия? Блять. Ну, вкратце. Я не знаю. Если бы мы знали. Всем пока. Ну, я не имею в виду, там, объясни мне с точки зрения психопсихиатрии, просто вкратце, ну, как понимаешь ты. Ну, чтобы люди понимали, что такое депрессия. Все говорят, у меня депрессия. Может быть, они не знают, что это не депрессия может быть, может быть, апатия какая-нибудь. Ну, например, это течение какое-то длительное или что это? Есть симптомы депрессии, да, в основном это пониженное настроение, да, апатия или, может быть, также и безразличие и нежелание что-либо делать. Обычные вещи утрачивают интерес, не приносят удовольствия. Вот, и если такие симптомы длятся у вас больше, там, двух недель, то можно считать, что у вас депрессия. Если симптомы более выражены, да, тяжелая депрессия, то сроки уже не имеют значения, да, то есть может быть и семь дней, но человек лежит. Ничего не хочет. Ничего не хочет. Не встает в своих переживаниях, считает, что он виноват в том, что у него жизнь такая плохая случилась. Нагнетает хорошее. И то, что сам он бесценен, да, к себе негативно относится и в будущем ничего хорошего не случится. Или на фоне какого-то острого состояния, кто-то погиб или какие-то стрессовые ситуации, да, развивается острое состояние. Вот. Что делать так в случае? Бывает, обращаться за помощью… К кому? К психиатру. Психиатру. Или психотерапевту. Или это одно и то же. Чем отличается психиатр от психотерапевта? Ты что, я решил это? Ладно, не буду тебе экзамен устраивать. Нет, просто камовр. Этот видос этот скидывал. Я тебе скидывал, да? Да, да, да. Мы его здесь с краешкой поставили. А вы можете посмотреть вот здесь вот. Ребята, если хотите знать, чем отличается психиатр от психотерапевта, досмотрите видео до конца. Мы в самом конце расскажем. Да. Ну нет, надо обратиться за помощью к врачу. К врачу, да, к психиатру. А уже он решит, каким методом, каким способом лучше решить эту ситуацию, это состояние. Если это депрессия, то изначально назначаются медикаменты. Если это умеренная и выраженная депрессия, назначаются антидепрессанты. И параллельно с этим психотерапия. Если это какая-то субклиническая депрессия или легкая депрессия, невыраженная, можно попробовать для начала проводить психотерапию. Я на самом деле не просто так спросил, не то чтобы тебя там проверить еще что-то, а просто в моей практике было такое, что психически больной человек обращается за помощью не по адресу, а к психологу. Что может сделать психолог? Он уже не назначает терапию, правильно? Нет, что может сделать психолог? Психолог может тоже, если это грамотный психолог, который прошел какую-то подготовку, он оценит состояние пациента. И сейчас очень много проводится каких-то дополнительных обучений, чтобы распознавать какие-то базовые клинические состояния, психиатрические в том числе. Клиническую депрессию или уже психотическое состояние развивается. И психолог посмотрит, сможет ли он с таким состоянием работать. Тоже есть у них свои критерии. Чем он сможет этому пациенту помочь? Куже не делает он? Если это какое-то острое состояние, то, может быть, сначала и не стоит. Можно и навредить, если человек без подготовки прошел какие-то марафоны, курсы и лезет в психотерапию всеми подходами. То есть психотерапию нужно и самому пройти, и индивидуальную психотерапию. И психотерапия – это не курсы, это длительный процесс. Нужно иметь какую-то базу, и уже на эту базу и 6 месяцев, и 9 месяцев, и дольше. Тут и знание, и опыт должен быть, мне кажется, общение, лечение с такими больными. Ну, нет, если это какое-то легкое психологическое консультирование, то с чего-то все равно надо начинать. Они с кем-то начинают работать. Вот как только после института мы же тоже начали. И психологи также, они с кем-то начинают работать. Тут в плане того, что психолог должен оценивать конкретную ситуацию, если он не может помочь человеку или состояние более выраженное, то лучше перенаправить его к специалисту. Объяснить этому человеку, что ему уже требуется помимо психотерапевтической, психологической поддержки, но еще и медикаментозная диагностика врача-психиатра. Это будет лучше, если психолог так сделает. А врач-психиатр уже, если он сразу обращается к врачу-психиатру, то врач-психиатр уже сразу оценит, нужна им медикаментозная поддержка. То есть, врач-психиатр не всегда на приеме назначает таблетки лечения. Я говорю, в вашем случае достаточно одной психотерапии. Вот, и все. Что это значит? Ну, то есть, надо идти к психотерапевту, беседовать с ним и выполнять какие-то когнитивно-поведенческие методики. Да, там, менять свое поведение, менять свой стиль, реагирование на какие-то стрессы, отношение к проблеме, какие-то убеждения в отношении себя. Потому что я некрасивый, я не такой, как все. То есть, ты оцениваешь, грубо говоря, тяжесть болезни и необходимость, если нет, назначение каких-то лекарственных препаратов и потом перенаправляешь там. Как, например, хирурги направят к реабилитологу или ты, например, к психотерапевту. Вот мы и отличие нашли. Да, если сразу обратиться к психиатру, то уже будет понятно. Ну, намного лучше сразу. Да, сразу мы исключим какую-то тяжелую патологию. А если человек ходит к психологу, который не может дифференцировать, процесс затягивается, депрессия ухудшается и они все продолжают беседовать. Беседовать, да, это может усугубить состояние и уже в тяжелой депрессии подбирать терапию амбулаторную тяжелее. Может потребоваться там стационарное лечение под наблюдением. В некоторых случаях суицидальные какие-то мысли люди начинают высказывать. На самом деле очень хочется обратиться к тем, кто смотрит это видео. Если вдруг, ну, такое бывает на самом деле, жизнь как бы не у всех там гладкая. Если бывают какие-то проблемные, да, ситуации, смерть, родственник, еще что-то. Там кто-то развелся. Ну, обратите внимание на своего близкого человека, да, который вас окружает, у которого есть такая проблема. Вот, и поговорите с ним, может быть проконсультировать, отвезите его к специалисту, чтобы, ну, не оставляйте такого человека в одиночестве. Правильно? Ну, да. Если какое-то острое состояние, стресс, горе, человек переживает утрату, и вы видите, что человек изменился по характеру, поведению, он стал более замкнутым, подавленным, то такого человека не стоит оставлять в одиночестве. Если нужно оказать ему какую-то базовую поддержку, заботу, побыть рядом и поинтересоваться, что человеку нужно. Не надо настаивать, да, на помощи. Человек может сам озвучить необходимость в поддержке, помощи, и сам может попросить записаться к специалисту. Ну, а если не просит, но увидите, что все равно ему тяжело, он переживает, можно аккуратно предложить ему возможные варианты, чем вы можете ему помочь, а он уже сам выберет. И если, конечно, уже какое-то, вы видите, что состояние требует медицинского вмешательства, да, что-то совсем тяжелое, человек отказывается от еды. Вот как раз хотел спросить про красные флаги, как распознать? Высказывает мысли о том, что он не хочет жить, если проявляет какую-то агрессию к себе, то стоит обратиться к врачу-психиатру, может быть, вызвать на дом специалиста, да, он побеседует, аккуратно проконсультирует, даст рекомендации, уже оценит состояние. Митя, я хотел бы, знаешь, еще какую-то тему поднять? На самом деле, все, что ты рассказываешь, уже безумно интересно. Вот, на эту тему, мне кажется, можно очень долго разговаривать. Что бы я хотел сейчас обсудить, это вот то, что сейчас происходит в нашем мире. Знаешь, что, если так в общих чертах, то, что молодежь сейчас больше прислушивается к каким-то европейским ценностям, ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, если вкратце, да, там, я мужчина, я не мужчина, или там, идентификация, вот. Как ты к этому относишься, как психиатрия к этому относится? Насколько это, ну, кто-то говорит, что это не болезнь, там, например. Как ты думаешь, твое мнение и вообще мнение психиатров к этому? Это очень такой спорный вопрос. С точки зрения психиатрии, да, которая сейчас, в настоящий момент, там, и мои коллеги, врачи-психиатры, это относится к расстройствам, да, там, половой идентификации, да, это определенное расстройство, как любое другое расстройство личности. Вот, это есть категория, да, болезни, а есть категория расстройства. Болезнь имеет свое начало, свое развитие и какой-то исход, да, там, выздоровление или прогрессирование, как депрессия, да, депрессия имеет, у нее в конце, может быть, ремиссия, да, выздоровление или шизофрения. Помимо тех ремиссий, да, заболевания неуклонно прогрессируют, нарастают какие-то симптомы. Вот, с нарушением половой идентификации, да, есть там, мужчина считает себя женщиной, женщина считает себя мужчиной, да, симптоматика не, как не меняется в течение жизни. То есть, она, там, при половом созревании возникает, да, у подростка, и она с ним по жизни и остается, да. То есть, это не болезнь? То есть, это никак не прогрессирует, да, и, наверное, не лечится, да, то есть... Подожди, а вот если говорить о прогрессировании, вот если человек сначала не смог идентифицировать, да, мужчина или женщина, но потом он прибегает к каким-то операциям, к каким-то манипуляциям, к каким-то, там, я не знаю, выступлением... Это не прогрессирование? Выступлением? Ну, там, рассказать всему миру, что я там... Ну, то есть, сначала, может быть, стеснялся об этом говорить, а потом решил увидеть... Ну, такую необходимость нашел, что надо всем рассказать. Потом, там, есть и такие, которые активно пропагандируют это, например. Ну, это... Это же не про это, это же про все, что угодно, и пропагандируют, там, и какие-то темы. Не, вот конкретно в этом случае. Ну, нет, это не прогрессирование, это просто какая-то социальная позиция, может быть. Ну, смотри, человек, вот изначально... По поводу операций, да, там... Да, да. Ну, они считают, им доставляют дискомфорт, им меняют пол, да. У них снижается уровень стресса, они чувствуют себя лучше, да. И некоторым не требуется ничего. Да, вот такие пациенты больше подвержены, да, там, дополнительно сопутствующим каким-то психическим расстройствам, депрессивным, да. У них может быть постоянно выраженная тревога, генерализованное тревожное расстройство. У них может быть, там, симптомы абиссивно-компульсивного расстройства, да. То есть сопутствующая какая-то симптоматика, которая может ухудшаться, или, там, прогрессировать, или, наоборот, требовать... Ну, он наслаивается тогда, да. Может требовать медикаментозной поддержки, или человек впал в депрессию, да. Ну, потому что он, там, например, считает себя женщиной, да, он в теле мужчины, да. И никто его не понимает и не поддерживает, и у него, конечно, от этого разовьется депрессия. То есть, вот, ну, как-то так. Ну, это такие современные, ну, не современные тенденции, вообще, вообще, да. То есть, я не знаток истории, но, там, в какие-то периоды, да, истории, там, античного промежутка времени, да, там, устраивались, там, ну, отношение к сексу, полу, там, менялось, да. То есть, и какое-то, там, и многоженство, и какие-то беспорядочные половые связи, Содом и Гамора, что там, то есть, секс – это не так уж и плохо, и все, давайте заниматься сексом. Вот, а потом у всех сифилис. Вот. И что еще? А потом, наоборот, менялось в другую сторону. А в Советском Союзе вообще секса не было. Вот так говорят. Да. Да, это говорят. Ну, может, сидим здесь. Сейчас я скажу, и только… Ну, есть такая тенденция, к сожалению. Вот. Я не знаю, как ты к этому относишься, насколько негативно, либо безразлично. Но с точки зрения… ну, я это обсуждаю именно с точки зрения медицины. То есть, не просто там посмеяться над ними, или, там, наоборот, там, как-то их поддержать. Много таких пациентов и приходят, обращаются и… С чем? С сопутствующими, да, больше какими-то депрессивными эпизодами, да. То есть, это же какой-то внутриличностный тоже конфликт, да. То есть, принятие себя, там, такой какой-то есть, да. Уши кривые. Ну, это пластическая хирургия. И человек идет, делает… Пластическая хирургия. То же самое. …пластическую операцию делает. Ну, ему же никто не мешает с этими ушами жить. То есть, кому… кто-то принимает себя… Кто-то… Ну, например… Или со стороны, если кто-то недоволен, да. Некоторые, например, не делают операцию, да. То есть, ну, вот, я чувствую себя, там, женщиной, но в теле мужчины. Ну, и вот, как с ушами, да, там, уши кривые, ничего я делать не буду. Ну, я вот буду называть себя не Димой, там, а Катей, вот. Слушай, я недавно брал интервью у моей племянницы. Ей семь лет. Угу. Я у нее интервью брал. И она сейчас спросила у нее. Самый вопрос я не помню, но она мне что сказала? Она сказала, что я себя считаю уникальным, потому что у меня… У нее бровь такая, знаешь, ну, бывает такой, когда вот соединяется. Угу. Я такой, ух, ты считаешь, что это у тебя плюс? Она говорит, да, это моя уникальность. Ну, вот, да. Я одна такая. Прикинь. Ну, это пока на ребенка. Потом ее начнут дразнить в школе. И… А мнение общества и окружающих для нас играет, порой, большое значение. И, типа, мы начинаем на это реагировать. Так же и с этой ситуацией, да, то есть, кто-то считает это преимуществом, кто-то недочетом, кто-то там, ошибкой природы и… А общество, да, то есть, в зависимости от того, как его… От этого относится… Окружение, короче. Окружение, да. Допустим, тенденция такая, что общество становится более толерантным и принимает, да, там… Ну, ты такой, да, там… Есть, конечно, которые сейчас в этот видос, и я выгораю с этого. Я кошка. Это вообще жесть. Я идентифицирую себя, как кошка. Я смотрел, да, ролики такие. Я, типа, там какая-то девушка была. Я волк. Она была волком. Я 27-летняя транс-женщина. Я состою в фуре-фандоме, и я волчица-фуре. Ну, это, конечно, да, это уже… Это ваши пациенты, да? Это уже шизофрения, наверное. Вот. Насколько грань вот эта вот близка? Ну, рядом где-то это все находится? Грань, она, конечно, тонкая. Размытая. Да, размытая. Да, размытая. Но в целом… Ну, да, как это… Человек не может быть волком, да, и в то же время… Вот смотри, мне вот сегодня… Это же бред. Сегодня я смотрел подкаст. Как раз сексолог рассказывал про то, что некоторые девушки хотят себя как-то… Ну, как с точки зрения соревнований, да, с мужчинами, типа… У меня яйца больше, чем у тебя. Ну, некоторые девушки говорят, типа, так… Типа, мои яйца, типа, больше, чем у тебя. И этот психолог говорит, какие яйца, блин? Типа, яиц нету. Ты знаешь, вот эта любимая фраза, да, мои яйца больше твоих. Да у тебя нет яиц, ты женщина. Ты родилась без них. Ты зачем играешь на мужском поле? Типа, зачем? Это нужно вот себя сопоставлять с мужчиной, типа, чтобы стать сильнее, там, и в плане профессии, еще что-то. Зачем соревноваться с мужчинами? То есть, женщина должна понимать, что она женщина, у нее свои преимущества, какие-то свои особенности, и у мужчины есть свои особенности. Я понимаю, что все разные, нет одинаковых мужчин, одинаковых женщин, есть разные темпераменты и так далее. Вот, то есть, есть такие особенности, которые на самом деле решающие. То есть, идентификация, вот, женщина и мужчина должна быть. Угу… Границы должны быть какие-то. В современности, она размывает эти границы. Да, современность размывает. Правильно ты говоришь. Мужчины становятся более женственными, мягкими, а женщины становятся более сильными, пробивными, мужественными, мускулинными. Зачастую они без мужей остаются? Ну нет, или находят себе мягких таких. Ну как вариант, да, женоподобных мужчин. Ну да, но это про социальные роли. Социальные роли, опять же, с учетом времени могут меняться. Сейчас такая роль в обществе спустя время может поменяться. Я где, в ординатуре или, наверное, в ординатуре, когда у нас была педагогика еще, помнишь, ты ходил на эти курсы по педагогике? Да, да. Вот, и мне дали доклад с одной девочкой-психологом сделать про какие-то тоже гендерные вот эти вот отличия. И я там какой-то ученый был, он изучал эти вопросы, что когда война, да, то есть мужчины там умирают, и социальные, то есть и биологически какой-то меняется вот этот вот вектор, и социальные. То есть мужчин станут все меньше, мужчины должны быть более мужественные, мускулинные, то есть женщина должна выполнять свою биологическую роль, да, детей рожать, семью воспитывать, детей должно быть больше, чтобы восполнить, да, дефицит людей, которых было во время войны, да. Короче, улучшение социального положения общества. Поможет война. Вот. Приводит к таким последствиям война. Путин молодец. Сейчас войной всех мужиков перебьет, все мужики станут мускулинные. Я вот только хотел сказать, что в России меняется тенденция в плане вот отношений, да, к этому, то, что сейчас больше людей становится более осознанными в плане того, что вот мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. Вот, возможно, это к лучшему. Я на самом деле чувствую, что вот... Да это где, ну-ка, это где меняется? Не знаю. В твоем окружении? В общем, просто такое представление. Мне совсем по-другому. Я не говорю про конкретную. Я был на Шри-Ланке, там, конечно, другое совсем видение. Не, не, я не говорю про конкретный город, я имею в виду, в моем осознании, ну, как я вижу, как я чувствую, да, вот этот вот в целом в России вот как-то меняется тенденция отношений. Ну, я просто смотрю ролики, еще что-то там людей, интервью, всякие подкасты, мнения. И вот такое мнение сложилось у меня, что меняется немножко в России в эту сторону, то, что больше осознанность семьи, там, больше осознанность таких вот важных вещей. Потому что раньше вообще там хаос был, мне кажется, в этом плане. Вот, допустим, пример. Недавно в Москве был, как его? Вечер, да, когда там звезды собирались, полуголые. И какой резонанс, да, это собрал в народе, вот, то есть, ну, пример такой, что вот народ, он против такого, ну, большинство, по крайней мере, показало, что вот они не любят такие вещи. Не поддержал, короче. А раньше, мне кажется, если бы, ну, до войны, да, там, мне кажется, это было бы более такое для людей интересное. А мне кажется, это просто пиар был такой, типа, раскрутиться. Ну, понятно, не раскручивалось. То есть, если бы они это все провели, никто бы ничего не узнал, не заметил, да? Да, да, да. И не было бы шумихи, а шумих тоже искусственно крутили. Да всем пофигу, что они там, как они оделись и как они там танцевали. Меня там не было. Я, честно, тоже, я особо об этом не знал, потом просто реально просто везде, когда об этом говорят. Как будто бы искусственно это раскрутили. Да, 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 есть такое. Давай тогда переключимся немножко с этой темы тоже на то, что расскажи, вот, как ты видишь свое будущее, чего бы ты хотел добиться в ближайшее время, именно в развитии психиатрии, в развитии своего e-бренда, что бы ты хотел изменить в своей жизни, может быть, в семейном плане, еще что-то, какие-то планы, может быть, есть. Такие вообще такие вопросы. А, ну, я ушел из диспансера. Так, поздравляю тебя. Ты теперь, как я, среди частных людей. Да, вот, я отработал в диспансере 6 лет, честно и добросовестно, и прямо горжусь проделанной работой. Я считаю, что я помог многим людям и в плане лечения, в плане социальных вопросов. Ну, помимо ПНД я вел частный прием, начиная, может быть, с второго года работы в диспансере, и начали обращаться в частном порядке, как к специалисту. Но поначалу было волнительно, что я еще не так много знаю, я еще не опытный врач, вот, чем я вам могу помочь. Но люди обращались, я... Старался помочь, по крайней мере, да? Да, в большинстве случаев, как оказалось, я помогал, да, то есть, людям становится лучше, я подбирал лекарства, и по сарафанному радио народ стал обращаться больше и больше. Мне стало это приятно, да, что, во-первых, как специалисты меня, да, оценивают, и направляют своих знакомых, или там коллеги направляли, и знакомые психологи направляли. Сколько лет ты консультируешь так уже? Получается, четыре? Четыре года. Вот за четыре года максимальное количество людей в месяц, сколько у тебя было консультаций? Ну, я, конечно, считал, там, подводил, но сейчас у меня нет этих... Ну, примерно. Ну, немного. Немного, два. Ну, не супер-пупер. Ну, сейчас, ну, так, подожди. Человек 20-30 в месяц. Месяц? Это прям много. Ну, хотелось бы больше, вот, потому что... Сейчас время не освободилось у меня, и нужны деньги. Это, нет. И, ну, я стал более уверенный, да, в плане диагностики и подбора терапии, даже, ну, в частном порядке. И теперь у меня есть возможность, да, перейти только на частный прием и уделить пациентам больше времени. Грубо говоря, у тебя сейчас очередной переходный этап. Ну, да. Ты поменял что-то в своей жизни. У тебя освободилось какое-то определенное количество времени. Да, переходный этап, освободилось время, и я планирую пойти на обучение как раз психотерапии с 1 июня. Где? Господи, как она называется? В Москве? Да, в Москве Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Круто. То есть ты развиваешься дальше, да, в психиатрии, в психиатерапии? Ну, да, в психиатрии я тут тоже продолжу развиваться в плане, там... Болезни, лечения болезней. Да, более детальные диагностики, диагностики и подбора терапии. И буду обладевать именно психотерапевтическими методиками. Потому что половина из пациентов, которые обращаются, порой, ну, может, чуть меньше, им нужна только психотерапевтическая помощь. А у меня нет определенных навыков, которые я бы использовал, и, допустим, даже в комбинации психотерапии и медикаментозной поддержкой помогал более качественно. То есть не направлять к другому специалисту, а самому, да, то есть и, может быть, это финансово для пациента было бы выгоднее. И у тебя больше поток. И у меня больше поток, и я человека не гоняю, то есть к другому специалисту, которому должен оплатить. У меня тоже самое сейчас. У меня тоже самое. То есть случайно как-то выявляется. И я решил пойти обучиться на маммологию. У меня стал поток пациентов приходить маммологических. И сейчас я начал хирургией заниматься, когда у меня начали приходить пациенты хирургические, общихирургические, я имею в виду, там, всякие панарицы и всякие там ногтевые моменты. Смотри, ты сказал, вот у тебя сейчас переходный этап. Ты будешь определенное время, да, выделять обучение, процесс обучения, еще что, вот с семейной, семейной части, как ты планируешь изменять, изменять свою жизнь? Возможно. Ну, по крайней мере, какая-то осознанность у тебя есть, что вот нужно или не нужно, или тебе это не нужно? Ну, опустим. Почему? А? Почему? Я не хочу. Так, еще что, спорт. Спорт. Спорт, да, может быть, больше времени уделить, спорту, но я ходил и занимался айкидо, еще в Туле начинал, и сейчас вот в течение больше года, может быть, уже два года, наверное, хожу на айкидо, там, у себя на районе, на секцию. Зачем ты ходишь на айкидо? Ну, айкидо мне нравится. Во-первых, Ну, просто физическое развитие или что? Сменить обстановку, то есть дом-работа, работа-дом, это другие люди, вообще никак не связаны с медициной, и помимо, да, спорта мы там о чем-то другом общаемся. Второе, это физическая подготовка, мы там делаем какую-то разминку, растяжку, общую физическую подготовку, отжимания, там, пресс, и вот определенные тоже техники, которые ты учишь, которые начинают у тебя получаться, ты начинаешь понимать, как можно это практически применить, да, айкидо – это как-то не вид боевых искусств, а, не знаю, искусство, как… Общение с своим телом? Ну, нет, айкидо – это такая методика, которая направлена на самозащиту, вот, то есть это не агрессивная какая-то… ты используешь контратаки, да, и используешь часто динамику и как-то энергию твоего противника, и направляешь ее против него. Да, чтобы его побороть и убежать. Да. Знаешь, мы там какие болевые приемы делаем? Я тебе сейчас покажу, ты обалдеешь. Так, не надо, лучше мне массаж сделать, чтобы я затекла. На массажиста ты учился. Вот, и что еще? Ну, спорт, я не знаю, я думаю, может быть, в спортзал начать ходить снова еще раз, или может быть, какое-то плавание, еще один день дополнительно выделить. Ты любишь еще плавать, да, путешествия ты любишь. Путешествия, да, но путешествия, когда будут деньги и отпуск. Я последние деньги потратил на Шри-Ланку. Насколько важно путешествие для людей, для врачей? Путешествие, мне кажется, важно, потому что это новые впечатления, новые эмоции, и какой-то новый опыт, новые знания, новые люди, всегда обогащает тебя, привносит что-то новое, и приносит новые ресурсы, да, то есть для меня это как подзарядка, то есть куда-то съесть, что-то посмотреть новое, новые блюда, там, новые здания, новые улицы. Это такое... Круто вообще, я обожаю тоже путешествия. Мы с тобой в Турции ходили, гуляли, вообще бесконечно можно бродить, я... Вот, и ты возвращаешься полной силы, энергии, продолжаешь работать, потому что, ну, любая работа, она, наверное, особенно в медицине, вызывает какое-то истощение. Ты тратишь свои ресурсы на помощь другим людям, а эти ресурсы надо где-то получать снова. Очень истощает медицина, не только, ну, я не то, чтобы жалуюсь, но реально однообразный вот этот вот образ, особенно в госклиниках, ты согласен уже? Да. Когда ты одно и то же делаешь каждый день. Вот, да. Это реально очень угнетает, вот, поэтому... У меня был такой период, когда я работал участковым врачом, 4 года я отработал, мне уже работаю, казалось однообразный, стереотипный, и я не мог ее работать. Мне надо было что-то менять, я поменял. На самом деле многие врачи сталкиваются с этой проблемой, то, что эмоционально они уже не выдерживают, ждут этот отпуск недельный, чтобы куда-то уехать. Это у психиатров все отпуск большой, 63 дня, а у терапевтов, хирургов это обычно отпуск 28 дней, хотя работа с людьми такая же, то есть, там к тебе обращаются и психически больные люди, и психически, ты всем оказываешь ту же помощь, что и... Ну, это и физически, и эмоционально, и непросто. Ну, короче, я считаю, что у врачей у всех должен быть 63 дня отпуск, а у психиатров еще больше. Полгода. Слушайте, если у меня был отпуск полгода, я бы еще подумал увольняться из диспансера или нет. Да, можно полгода от работы помучиться, да, и на полгода отдохнуть, восстановиться. Нет, я бы по месяцу, месяц ты пришел, взял пациентов на лечение, набрал себе новых пациентов, месяц их пролечил. И на месяц влиять. И ушел отдыхать. Зарплата 500 тысяч. Класс. Хорошие мечты. Ну, и поговорили, да, про мечту. Давай, наверное, потихонечку завершать наш подкаст. Я думаю, мы с тобой еще встретимся. Да, мне понравилось. Пообщаемся. Бог есть? Молчание значит согласие, мне надо что-то ответить. Не обязательно, мне твои мнения не особо интересно. Да, давай ты скажи про Бога. Я? Ну, давай я скажу. Ну, в моей жизни вера, иметь веру, у меня на самом деле интересная история, она связана с нашим другом, с Отманом. Все это как-то забавно началось. Еще на полчаса. Не, не, я быстро постараюсь рассказать. Отман, ты задолбал. Почему? Ну, помнишь первый курс? Вот ты когда Отмана встретил, у тебя какие-то были? Типа, какой-то не такой. Ну, необычный какой-то, не знаю. Нет, у меня просто, когда первый раз его увидел, я просто в России прожил с 96-го года. из живого, грубо говоря, моя родина вторая. И я когда увидел Отмана, который улыбается, я не знаю, просто улыбается человек. Даже у него зубов не было. Да. И я такой, блин, почему этот человек улыбается? Он дурак, что ли, какой-то. Ну, мы потом начали общаться там. Мне больше с ним человек понравился. Как он веселый такой, да, такой радужный. Реально от него там энергия положительная была у него хорошая. Вот, процесс в процессе, когда уже я начал с ним больше общаться, когда мы начали даже вместе там снимать квартиру. Холодно. Я уже утеплялся с подушками. Где еще подушка? Вот, и я ему говорю, а он передо мной начал намаз. Он еще так реально очень красиво намаз. Он же араб. Вот, они еще так, знаешь, он так красиво читал намаз. Так красиво. Ну, он арабский не так красиво читает, как некоторые там даже не арабы. Ну, вот эти вот мне понравилось, как он ритуалы все эти делал. Я говорю, вот, ну давай, научи мне тоже. Ну, сам ему сказал. То есть, он мне не говорил про ислам. Вообще ни слова не говорил, чтобы ты понимал. Ни слова. То есть, там на экране красное, думаю, что это красное, хочу потрогать. А это кнопка, да? Дистанционный. Вот, и я не был как бы мусульманином. Я не был практикующим. Я знал, что есть Бог. Но об этом я не думал. Не придавал какому-то значения этому. Ну, есть и есть Бог. Он, возможно, как-то участвовал в моей жизни. Но я даже не думал об этом, если честно. То есть, моя жизнь была настолько разнообразной и много людей было в моей жизни. То есть, не было таких моментов стрессовых, да? Там кто-то умер, еще что-то, чтобы я прибегал к Богу. Понял? Ну, зачастую же так бывает, когда человек что-то теряет, а он потом прибегает к Богу. Вот. Поэтому я пришел в религию именно с точки зрения, наверное, позитивной, то есть, положительной. То есть, я пришел не когда у меня была проблема какая-то, а когда наоборот, у меня все было хорошо. И в институте все было хорошо. И друг у меня был такой, там, ты был у меня друг. И я начал практиковать, и начал улыбляться в религии. Вот. Понятное дело, первое время началось с того, что я начал себе что-то там запрещать. А потом уже, понимая как-то общую ситуацию, общаясь с разными людьми, я начал понимать, что на самом деле в религии нет ничего такого плохого. Что зачастую многие, те же мусульмане, да, там, наворачивают, это вот нагнетают. Типа, вот это нельзя, то нельзя, это нельзя. Вот. Я считаю, что восприятие человека через религию зависит от самого человека. То есть не религия какая-то там такая, а вот именно человек совместно с этой религией дает какой-то вот продукт в руку. Я шутку вспомнил. Какую? Если вы говорите с Богом, то это религия, а если Бог говорит с вами, то это шизофрения. Я думаю, на этом, да, Митя, совершил подкаст. Спасибо тебе огромное. На самом деле, вне камер с тобой безумно интересно общаться, поэтому я решил с тобой такой подкаст сделать, записать. И увидели эти подкасты. И увиделись, и подкасты записали. Теперь надо поесть и попить кофе, а то я замес. Вот. Так что, друзья, спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, было вам тоже интересно. Ну, теперь мы должны миллион просмотров набрать. Я считаю, что... Если мы не наберем, я суету дно. Я считаю, что, ну, по опыту, опять же, общение с людьми, я понял, что жизнь каждого человека реально очень интересна. Почему я не начал вот это вот... Не просто там какие-то темы обсуждать, а вот просто мы с тобой пообщались. Ну, да. О твоей жизни. Ты узнал обо мне что-нибудь новое. Да, да. Что? Ну, про твоих родителей я не знал, что это твой папа математик. Ой, этот, физик. Честно, не знал. Вот. Так что, спасибо тебе огромное. Вот. Надеюсь, еще встретимся. Всем до скорого. Пока. Все. Все. Все.